Вот так хорошо, когда пошло. Я понял, почему я... Это... Я потому что пиво напился, поэтому мне так тяжело уже. Ах ты пиво напи... Суровый веб. Тот самый подкаст от YouWebDesign из Челябинска. Особенности ECMAScript 2020. Тёмная сторона работы в Яндексе. Как правильно увольняться? Как правильно? Погнали. Я тебе могу сказать, мы уже много выпусков достаточно записываем. То есть 230 выпусков плюс. Да, 233, всем привет. Ага, продолжай. Да, но если записывать каждый день выпуски, то мне кажется, что каждый день выпуски записывать, то это меньше года займёт. Меньше, представляешь? Ну, если каждый день записывать такие выпуски, то, в принципе, можно без волос остаться. А те, которые останутся, седые. Будут просто и всё. Это достаточно не пикник, я вам скажу, уважаемые подписчики. Ну, я согласен, да. Вот. Но мы... У меня настолько не пикник, что у меня... У меня кровь из носа прошла настолько не пикник, прикинь. Прям на камеру? С эффектами сегодня. Да. Ну, слушай, это прям не это... Антиреклама, так сказать, нашего подкаста. Сейчас все скажут, ой, всё, этих стариков невозможно уже смотреть. Уже как бы... Ну, тебе там надо что-то сделать? Какие-то гигиевские средства взять или что? Нет, я нормально сижу. Не, у меня рядом салфетки, я готов к всему. Ну, всё. Ну, это... Не к этому, конечно, у меня салфетки. Ну, вот да. Короче, всем привет. 233 выпуск. 4 июня у нас на часах. Точнее, уже 5-ая. Час ночи по Челябинску. Суровый веб называется «Наш подкаст». Вот. И да, меня Александр Гончаров зовут. Машу вам в ручки. В ручки, Машу. Меня зовут... Меня зовут Старик Давленич. Старик Давленич. Тоже в ручки машешь? Или ты в ручку, в нос кровью идёшь? Уже бредит? Да. Ну, вот. Мы для вас сегодня заготовили несколько всяких прикольчиков, хороших темок. Вот. Начинаем, как всегда, с Apple, нашей любимой. И вашей любимой. Ну, это и ваше любимое, самое главное. Конечно. Самое главное ваше любимое. Начинаем со слухов. Я вот, честно, сегодня открыл MacRumors, просто думаю, что-нибудь свеженькое. И нет, ничего свежее 15-го... 19-го, точнее, мая не нашёл. 15-го года? Да. Смешно, да. Есть слух, что Apple выпустит Apple Glass. Соответственно, Apple-овские умные очки. Вот. На фотографии выглядят как будто обычные очки. Ну, то есть, реально, где здесь микросхема, где здесь камеры? Неужели настолько инженеры Apple смогли как-то это всё уместить? Хотя, ну, я так понимаю, что нету ещё никаких даже рендеров примерно. Кстати, это даже прикольно. Давайте без спойлеров как-то. Как выпустят, так выпустят. Ну, допустим. Да. То, что на фотографии изображено, это, собственно, то, что будет? Нет, нет, нет. Я так понял, это просто вариации на тему. Ну, типа, просто представьте, что есть Apple-овские очки. И всё. То есть, никаких нету рендеров, никто не знает, как это будет выглядеть. Вот. Но, тем не менее, уже предполагают, что будет 499 долларов. Вот. И, естественно, версии с диоптриями, как обычно, дороже. Это как, знаешь, я себе, когда выбирал очки солнцезащитные, я выбрал себе оправу, всё, типа, там, всё поляризованное туда-сюда, там, 180 баксов. А, кстати, версии с диоптриями 500. Сразу. То есть, реально. Ну, конечно. От 180 сразу в космос 500. Ну, да, линзы будут стоить до хрена бабла. Согласен. А вот. А если у тебя, не дай бог, какой-нибудь астигматизм или какие-нибудь смещённые, там, хрусталики, цилиндры. Ну, как не дай бог. Это легко. Я себе это легко представляю. Вот. Это сразу полторы тысячи. И колёсики ещё за тысячу долларов. И футляр, футляр для них. И тряпочка для протирки ещё за 500. Кстати, это идея вам для мемов. Люди, которые делают мемы про Apple. Мне кажется, про тряпочку это вообще гениально. Если ещё не сделали, то как? Ну, вообще, я не видел ни одного мема про Apple Glass. Как будто только мы и MacRumors знаем про эту тему. Ну, видимо, это сильные ещё слухи, как я понимаю. И спекулейшнсы. Видимо, спекулейшнсы, да, совсем. Ну, короче, Apple Glass предполагаемое маркетинговое название. 499 предполагаемая стартовая цена. Вот. Экранчики будут в обоих линзах. Интерактировать можно будет жестами. Я не знаю, жестами глаз или рук. Ну, короче, как-то да. Ушей. Естественно, очки будут зависеть от айфона. То есть они по блютусу спариваются. И без айфона они как бы не особо работают. Ага. Ну, в раннем прототипе есть LiDAR. То есть, видимо, не будет непосредственно камеры. А будет только вот этот сенсор, который там расстояние мерит до предметов и все такое. Беспроводная зарядка. Ну, это понятно. Тут даже провод-то некуда воткнуть. Вот. Тут причем прям слухи-слухи, что в этом году осенью, когда айфон будут выпускать, типа тогда должны были как One More Thing по Стивычу анонсировать. Вот. Но сейчас, типа, решили, что в марте 2021 будет. Ну, хорошо. Это на самом деле... Это все слухи по поводу Apple Glass. Вот. И... Ну, да. Тут сразу сказали, что, кстати, типа, айфон-ивент, возможно, будет в октябре, а не в сентябре. И вообще там будет кризис. И какие-то будут только там к концу октября начинать предзаказы принимать. Ну, короче, это понятно, что тут будут определенные задержки из-за коронатайма. Ну. Вот. Вообще вот, у меня есть еще что по этому поводу сказать, но я хочу тебе уже передать слово и спросить, вот какие вообще, что ты думаешь про Apple Glass? Насколько это как бы крутой девайс, по-твоему, нужен он, не нужен вообще? О чем думаешь? Я думаю, что... У меня сейчас мысль такая, что мне кажется, что это то же самое, что часы. То есть, вроде прикольно, но можно без этого жить досвидос. То есть, я не могу сказать, что без телефона можно жить. Не могу. Но я вот могу сказать, что можно жить без AR внутри очков. То есть, мне кажется, что это такое. Именно девайс чуть-чуть уже излишки. Уже роскошь. Налог на роскошь. Вот. Мне кажется, что-то такое. Вряд ли это все-таки... То есть, я-то сам в очках хожу, но, правда, не по улице. Но, тем не менее, допустим, если бы я ходил в очках по улице, и у них были бы диопты, еще это были бы Apple Glass, это было бы круто. Но это все-таки уже, ну, больше, чем просто очки. Вот так. Ну... Точнее, я больше скажу, это больше, чем мне нужно в жизни. Вот. Сейчас. Хотя, возможно, если привыкнуть, и, ну, действительно, ходить по дубль-гису внутри очков, и не надо даже телефон доставать, ну, опять же, излишки чуть-чуть. Вопрос реализации. Можно сделать так классно, что все-таки, блин, как я без этого до этого жил. Ага. Вот. Но шансов сделать настолько классно, наверное, крайне мало еще. Ну, не те еще технологии. Гнущихся экранов-то еще толком не сделали. Мы с тобой не знаем, с одной стороны. Ну, вдруг у них там что-нибудь припасено к 2021. Ну, это же не 2031. Ну, ладно. Не важно. Ни хрена. Не 2007-й. Да, вот не 2007-й, вот именно. Мне понравилось то, что ты подумал. Я вот об этом не подумал, между прочим. Ты сразу начал практически рассматривать. А у меня, знаешь, какая мысль первая возникла, когда это прочитали? А где Google Glass? Угу. А вообще, про них не то, что не слышно. Мне кажется, они оказались в какой-то момент в той помойке, где пишут, типа, проекты, которые закрыл Google. И там вот. Вот-вот. И я навел справки. Мне как бы не просто стало интересно, а я реально вник. И угадаю, где... Ну, ладно, я не буду мучить. В какой помойке угадай? Просто, да, на помойке. В 2013-м вышел Google Glass. И те, которые Google Glass вышли, они... Блин, я так подготовился, что забыл. Сейчас и скажу. Они, короче, назывались, типа, как-то Google Glass Prototype Edition. Типа того. Сейчас, секунду. Google Glass. Загуглю. Ну, подожди. Они не вышли на рынок. Они вышли на рынок в тот момент, но очень маленьким тиражом, потому что я сейчас скажу, как они назывались, сука. Где эта надпись? Секу. Давай-давай. Explorer Edition. По мне, прототайп. Explorer Edition. Типа для исследователей. Захотелось загуглить. И их вышло, соответственно, два. Их вышло два. В 2013-м и в 2014-м году. Сейчас я точно, опять же, скажу. Секу. Готовился. На Хоботе даже есть статья. То есть это как бы железячники рассматривали. Там еще с таким... С USB-шником. Даже не с USB-шником на глазу, а с этим... Это камера. С патч-кордом на глазу. Ну, это патч-корд, мне кажется. Чтобы, знаешь, вот так боком втыкаться в ноутбуки. Ну, типа, если Wi-Fi тупит, да. Да. Ну, про полторы тысячи, напоминаю, стоил. Explorer Edition. Так вот, в 2013-м году она вышла. Разумеется. Вот. И что еще раз? Долларов. Долларов-долларов. Конечно, не рублей. Вот. И чтобы ты понимал, потом, потом... Ну, как потом? В 2018-м году и в 2019-м вышли Google Glass... Google Glass Enterprise Edition. Так. То есть в 2019-м году это вот, недавно. Тогда же, когда Джентльмены вышли в кино. Ну, хорошо. Вот. И, короче, в чем суть? Там даже USB-C, вот это все. Но, заметь, Enterprise. Что значит Enterprise? Enterprise, это значит, типа, это не для людей. Для чипешников, я понял. А... Да. Это для людей из компании. Типа там всяких Boeing'ов и так далее. То есть для работяг. Для людей, которые работают, им, видимо, чтобы им там на каких-то, я не знаю, кусках самолетов, которые они собирают, чтобы у них там AR-ом как-то что-то простраивалось. Короче говоря, Google сдались, видимо, и решили, что они не могут сделать такой продукт, который был бы такой суперудобный и классный для всех, для повседневного использования, но именно как, знаешь, вот, ну, сварщики же носят маски. Ни у кого это не вызывает никаких вопросов. Вот так и тут, типа, какие-то работники, там, типа, почтовые работники, ну, там прям можно прочитать про Google Glass Enterprise Edition, оказывается, это целое дело. Вот. Что просто люди в них работают. И, во-первых, и тиражи меньше. То есть, ну, сразу произвести там 10 миллиардов Google Glass'ов сложнее, чем там 100 тысяч, которые нужны в Enterprise. Вот. Слушай, мне кажется, шансов посраться меньше. Мне кажется, это идеально подойдет чувакам, которые в каком-нибудь красном и белом или в какой-нибудь другой сети магазинов заходят и фоткают продукты, чтобы у них в их магазине было дешевле. Ну, вот видишь, вот тоже вариант. Или просто расставлять пиво. У них стеллаж и на стелл... Ну, они в Google Glass'ах видят, как должно пиво быть расставлено. И они просто, ну, как бы знают, что Сибирка слева, а Старый Мельник справа. Ну, это как-то дороговато. Я, мне кажется, для сотрудников, которые пиво расставляют, они просто, по-моему, волятся сразу. Слушай, с деньгами красного и белого, я тебе скажу, они могут всех своих сотрудников оснастить и еще нам останется. Поэтому тут как бы будут разовые Google Glass'ы и Enterprise'ы выдавать на входе в красное и белое. Они зашибают, я думаю, дай бог, много. Ну, в общем, вот. То есть, я так и думаю, интересно, а почему? Ну, то есть, это же так-то... Почему нету сейчас всех людей в умных очках? Ну, видимо, не так это тривиально сделать такие умные очки, которые прям вот станут по-настоящему народными. Это как технология 3D в телевизорах. Мы уже с тобой это обсуждали. Она где-то там была, пукнула, и в итоге нет ее теперь. Вот так и тут. Интересно, у Apple получится или нет. У них, в общем, получалось взорвать, так сказать, рынки, например, рынок планшетов. Ни для кого не секрет, что планшеты, планшетные компьютеры были и до iPad. Но вот как бы... Да нет, да и часы тоже. На самом деле, я вот так грешу все на часы, а в основном люди-то выбирают Apple Watch. То есть даже... Да конечно, конечно. Что там? Это ж... Это все из-за ПО. Просто ПО так классно написано, оно так классно сочетается, все там спаривается и так далее. Хорошо, когда классно спаривается. Ну вот. Да и подожди, и эти, ну, AirPods, пожалуйста. Именно пожалуйста. Спасибо. Да. И AirPods. Причем AirPods, я тебе скажу, более жизненно нужный девайс, чем Apple Watch. Ты прав. Если взять всю линейку Apple, то менее нужный, чем Apple Watch, это, наверное, HomePod. Но про него ты скажешь сегодня. Ну, будет. Ну да, это вообще какое-то говно. Ну, в смысле, у меня есть, кстати, что потом про него добавить. Вот. Я тоже с канцелярией когда советовался. Мы не случайно включили темку с HomePod, есть микроистория. Ах, это канцелярия. Ну ладно. Ну вот да. Короче, вот. Может, просто у кого-то в канцелярии стоит HomePod? Да если бы. Ну ладно. Посмотрим. Уже именно так тебе говорят. Ну посмотрим. Именно посмотрим. Может, поставим к нам в канцелярию HomePod, почему бы и нет. Об этом, собственно, как раз будет моя ремарка. Ладно, неважно. Об этом увидите скоро уже. Не переключайтесь. В общем, Apple Glass. Ждем, посмотрим. Удивят, не удивят, как это будет выглядеть. Ну тут просто реально. Чем... Если это громоздко, это уже не стильно. И ходить в этом постоянно, это будет нелепо и тупо. А если не громоздко, то, ну там, какой там функционал может быть? Короче, реально. Посмотрим, как выйдут из положения. Видимо, будет просто полторы тысячи стоить, и тысячу рублей в футляр. Ну а за эти деньги уже можно как бы сделать красиво и классно. Видимо, как-то так. Следующая тема. Следующая тема про AirPods. И точнее про то, что... Про AirPods, да? Ну тут... Или про AirPods. Просто про подсы. И про те, и про другие. Рассуждают аналитики, а именно Minchikuo, который там супер все сливает и всегда угадывает, что в 12-м, скорее всего, iPhone, я имею в виду, будущем, будут не AirPods, а AirPods. Нихрена себе. Да. Дороговато как... Ну слушай, дороговато, не дороговато, а если мы посмотрим по статистике, то во втором квартале 20-го года продажи AirPods упали на 50%. 50 карл. То есть все купили, да? То есть 16 миллионов продали AirPods вторых в первом квартале, а во втором квартале 8 миллионов. Жесть. Ну то есть это реально тупо в два раза. И это как бы, ну... Я, конечно, справедливости ради надо сказать, что AirPods Pro продали на 1,4 миллиона больше, чем в первом квартале. Но неважно, там о количествах других идет речь 7,8 против 9,2. Вот. Хорошо. И, соответственно, прогнозируют, что чтобы поддержать на должном уровне распространение AirPods'ов, их будут вкладывать в 12-е. Ну и, видимо, они уже произведены, ну там где-то в загашниках, в Foxconn'ах на складах лежат. И надо как-то реализовать вот это все. Поэтому их вот будут подкладывать туда. Видимо, AirPods'ов не произведено. Или их катком будут давить по этим, по санкциям, по санкционке, чтобы только не это, не раздавать и не продавать. Вот. Короче, посмотрим. Здесь как бы вопрос к тому, что AirPods'ы, например, их же тоже надо заряжать с кейсиком. И как делить одну зарядку-то с айфоном? Или типа два провода зарядных вкладывать? Да, это как-то уже вообще жирно начинается. Вот именно. Или Apple должны выпустить беспроводную зарядную все-таки вот эту станцию, чтобы все тупо в кучу туда кидать и пусть заряжается. Не, я бы на месте Apple делал, знаешь, как? Квал бы просто один AirPods. AirPods. Все. Точка. Да, и колесики к нему докупаешь вместе со вторым AirPods'ом и profit. Тогда точно пойдут покупать. Ну, типа, у тебя половина есть, вторую купил, еще эту доставь. Хорошая стимуляция продаж, да, или без кейса их положить, а кейс докупай иди. А на одного заряда тебе хватит? Они чуть-чуть там заряды, да. Хорошо, что Тим Кук не слушает нашу подкасту. Потому что это идея для стартапа прям стопудовая. Сегодня у нас такой достаточно флэшовый выпуск про Apple. Вот, но мне почему-то кажется, что вот надо как-то его чем-то перебить немножечко. Ну, как-то вот Apple, Apple, Apple у нас обычно, да, три в ряд. А тут надо вот, чтобы не было три в ряд, чтобы комбинации не было. Я сейчас дожую и я знаю, что у тебя спросить. Вот реально. Ну, во-первых, тебе приятного аппетита, да, а во-вторых, я тоже, мне как-то, я чувствую, что ты у меня прям спросишь. Что-то про работу, скорее всего. Я как раз на этой неделе мне новый проект нашли на работе. Я прям вспомнил все свои навыки рабочие. Вот уже интересно. Да, ну-ка. Да, мне вот интересно. То есть, мы с тобой тут разговариваем. А где, собственно, ты вот тут научился такому? То есть, вот, ну, куда можно зайти, где можно научиться там на JavaScript писать? Именно писать. Слушай, где я взял, там уже нет, во-первых. А во-вторых, в принципе, я слышал, что есть такое место, как скидки. У нас вот в офисе работает студент, вот. Я тоже, кстати, слышал такое. Я тоже слышал. Слушай, да мы с тобой уже в нашем подкасте про него говорили, но просто они настолько выросли за это время, это сейчас даже не шутка. То есть, да и до этого все было не шутка, в общем. Но и тем не менее, за год, который мы их не видели, так скажем, они очень сильно выросли. Вот. Ну а у меня на подкорке это отложилось про них, поэтому повторюсь, у нас в офисе есть студент Артем, который сейчас защищается непосредственно, у него там как раз что-то типа по этим, по локальным сетям диплом. И вот он мне потом сидит и говорит, Сань, вот это все, конечно, хорошо, я закончил институт, там вот это все, получил какие-то базовые знания, научился учиться, как это принято говорить. А что дальше? Ну то есть, вот я прихожу и без опыта работы меня особо нигде не берут. Я ему говорю, знаешь, Артем, я говорю, вот ты вообще, ну как бы в какую сторону больше смотришь там, ну там программирование, какой-то там дизайн или что-то еще. Ну то есть, понятно, что он хочет войти, быть просто, ну он профильное образование получил в конце концов. Вот. Но как-то вот он конкретно, вот одно дело получить образование, а другое выбрать какую-то профессию, которую ты будешь рутинно заниматься там из-за дня в день, там, ну то есть, это будет твой, твоей работой. Вот. Он говорит, ну слушай, я не знаю, я говорю, ну вот зайди на Бокс, посмотри, там в принципе много разных курсов. Вот. Тут прям когда заходишь на Бокс, есть сразу, выберите направление. Программирование, дизайн, маркетинг и управление. Вдруг он управленцем хочет быть? Мы так хоп, оглянемся, а он у нас в офисе директором станет внезапно, будет нами управлять. Это вряд ли, конечно, но тем не менее. Ну такое может быть. Да, он заходит, просто говорит, что ему нравится программирование и выбирает из конкретных курсов. Наскидывается их великое множество, десятки просто курсов. При этом здесь есть как курсы, то есть, ну знаешь, для чего нужны курсы и профессии? Здесь на Skillbox есть такое подразделение. Курсы, это когда ты уже, в принципе, у тебя есть основа программирования, ты учился там, работал PHP-шником, и сейчас ты такой понимаешь, что, блин, Python, разработка, она более востребована там в жизни. Или просто ты знаешь, что есть какая-то вакансия, которую тебе бы хотелось, так сказать, занять, и в принципе тебе вот надо интенсивно как-то подтянуть, или там неинтенсивно, или что-то еще. Или с одного JavaScript-фреймворка переучиться на другой. Ты работал на React, теперь понял, что все-таки ты Vue хочешь знать, и вот как бы да. Идешь в курсы, и там непосредственно узкоспециализированные курсы, которые рассчитаны там от трех месяцев до 12. Разные. Ну, например, фреймворк Vue.js рассчитан на 3 месяца. И в общем и в целом, как бы я посмотрел по программе, там реально ты как бы, ну, становишься полноценным специалистом. Я могу об этом судить, я в общем даже, даже темлицтовал по поводу Vue.js, поэтому да, я понимаю, тут 9 модулей, 38 уроков, все круто структурировано. Вот, поэтому это, это если ты уже имеешь какие-то базовые знания, и хочешь во что-то углубиться, вот можно обратить внимание на курсы. Вот. А кроме всего прочего, здесь есть такой пункт, как профессии. В профессиях именно ты просто указываешь, типа, профессия Python-разработчик. Ты еще не программист, но хочешь уже им стать, и знаешь, Ты даже не гражданин. Вот, да. Ты хочешь уже именно к Python-у стремиться. Заходишь в профессию, и там именно несколько курсов не рассчитаны на более долгое время, потому что, ну, 12 месяцев, это все-таки целый год. Вот. Но на самом деле очень круто, что курсы достаточно интенсивные, и ты уже в первые, месяц-два уже, ну, что-то начинаешь понимать, и в принципе можешь подрабатывать. Можешь уже каким-то стажером или джуниором куда-то устроиться, и так далее. Тем более, если ты сейчас скажешь, что ты там учишься или проходишь курсы на скейксе, это, в общем, уже открывает двери, потому что даже по прошествии, так сказать, курса тебе выдадут целый диплом скейкс, о том, что Python-разработчик, столько-то часов, столько-то модулей, там, и так далее. То есть это круто, это реально неплохо, вот, и это прям нормальная строчка в резюме. Бросить свою метлу можешь и пойти зарабатывать нормально, не пыльной работой. Вот именно, и мести, как другая метла, по-своему метет, наконец-то. Да. Я, смотри, что хотел сказать, пока ты все не рассказал за меня. Я вот без шуток, без шуток вот смотрю, и здесь есть много такого, что людям понравится, есть много современного, и много такого, того, с чего можно очень сильно начать. Вот, например, профессия тестировщик. 12 месяцев. Сожму. Вот. То есть достаточно, действительно, во-первых, ты поймешь вообще, если ты совсем никогда не сталкивался с работой с информационными технологиями, скажем-то так, то мне кажется, с профессии тестировщик начать это достаточно круть. То есть вот, ну, блин, правда здесь, ну, написано, что тестировщик Middle QA Engineer 65 тысяч получает. Вот. Ну, я думаю, что может и больше. Может, конечно, и меньше. Ну, в зависимости. В зависимости от времени по рынку, а рынок, он взят по стране в среднем, то есть даже где-нибудь, я не знаю, в Кулуево есть тестировщики, и там они получают там тридцатку, например. Ну, да, я думаю, что количество влияет на общую статистику, конечно. Мне кажется, от метлы до 30 тысяч тестировщиков, непыльная работа, да, достаточно хорошая профессия. Уже можно ее осваивать, начинать. И для этого не надо программировать практически. Хотя я тут не знаю, может быть здесь и автомэйшн, если честно. Ну, основа метода автоматизации. Основа программирования на Java. То есть тут пощупаете, пощупаете, пощупаете начало, конца. Мне кажется, вот это нормально. Кроме этого, хрен с ним с тестировщиком. Забудем про скучное говно. Я про тестировщика еще чуть-чуть добавлю. Во-первых, к тестировщикам ты когда устраиваешься, это способ познать IT в принципе. Что бывает вообще в IT, потому что ты когда тестируешь, ты тестируешь многие аспекты. Ты тестируешь интерфейсы и функциональную работу и так далее и тому подобное. А второе, что я хотел сказать, здесь еще в *** стоят английский для IT-специалистов. Тоже очень важная хреновина. А в курсе для тестировщиков полный курс английского для IT-специалистов, начиная от того, как составлять резюме, заканчивая про, ну, как бы узкоспециализированной лексикой про дизайн и разработку, например. Блин, ну, это вообще на самом деле это все полезные вещи. То есть, несмотря на то, что, да, ты типа такой, ну, платишь деньги за обучение, несмотря на это, это просто, мне кажется, это бесценное дерьмо вот так врубиться в этого все, познать. Ну, смотри, у ***, во-первых, а, есть центры карьеры, то есть тебе помогают в трудоустройстве, не просто тебе швыряют диплом и да, а они просто партнерствуют с многими фирмами, что после ***, они каких-то более крутых, отличившихся от студентов сразу рекомендуют к трудоустройству куда-то. То есть у них просто есть конвейер отправки там в Ламоду, в Сбербанк, в Рамблер, МТС. Я вижу Wargaming, .NET, между прочим. Я вижу, да, ну, допустим, представим себе, что туда попадают там единицы избранные крутые чуваки, но даже несмотря на это, если вы не самый избранный, как все мы на самом деле, ну, избранных практически не бывает, да, мы как бы все такие, где-то в серединочке. Вот где-то в серединочке, мне кажется, это, блин, вот начать с этого, а потом взять какой-нибудь другой курс. Но я хотел, ладно, хрен с тестировщиком, допустим, здесь есть модные вещи, я сам даже подумал про это, вот я смотрю, профессия геймдизайнер с нуля до про. Вот есть такая профессия. И реально... Это разработчик, а геймдизайнер пока не... Геймдизайнер, режиссер игры, между прочим. Вижу, да, нашел. Да, да, вот. И это, во-первых, это сейчас модно-молодежно, первое, во-вторых, это интереснее, возможно, чем, ну там, какие-то скучные, там, управленческие профессии, хрен его знает. Хотя геймдизайнер достаточно управленческая профессия, плюс-минус. Вот именно, вот именно. Но здесь все-таки, да, но здесь все-таки вот, я вижу здесь крутые специалисты, например, то есть без рофлов, тут я знаю, вот Николай Дыбовский это крутой чувак в игровой индустрии нашей русской, а из Пик Лодж и все такое, в общем, короче, это, ну, достаточно крутой чувак. Какой самый топовый тайтл чтобы я тоже в них не был? More Utopia у них была. Подожди, то есть это именно не мобильный даже гейминг, а именно... Нет, это ААА, Трипл Эй проекты без прикольчиков. Ну это круто, это неожиданно. Поэтому, короче, да и научат вас тоже, то есть это, я больше тебе скажу, кроме геймдизайнера, вообще это круть. Ну, кстати, здесь написано More Utopia. Я это из головы взял, но здесь написано, что проекты Николая Дыбовского, Тургор Эврика тук-тук-тук и потом More по The Logic 2, оказывается. Ну вот, я кроме More Utopia не знаю ничего в Ice Peak Lodgy, но тем не менее, уже этим можно гордиться, что русские чуваки там квест сделали, ну, такой серьезный. Это правда было давно, в 2005, но тем не менее. Слушай, для нас это, это наши золотые годы, так сказать, поэтому мы только их помним, да. Я с тобой согласен, абсолютно. Это очень интересно, это круть, это прям, это можно даже второй профессии взять, то есть вы уже, допустим, там, не знаю, Java разработчик, профессию геймдизайнера взять, тем более, если вы Java разработчик, вам эти цены вообще не напугают. Вы сразу, если вы уже Java разработчик, вы в принципе три курса заворачиваете сразу предоплату. Вообще, конечно, конечно. Я абсолютно с тобой согласен. И здесь есть модные ныне такие вещи, как, ну, во-первых, вы можете просто деньги зарабатывать, профессия 1С разработчик, есть такой курс, на 6 месяцев. Профессия 1С даже есть. Это, по сути, профессия 1С разработчик, это, вы сразу становитесь, здесь можно было написать профессия Michael из GTA 5. Профессия миллиардер, да. Миллиардер, потому что профессия 1С разработчик, ну, люди, если вы не смотрели просто зарплаты 1С разработчиков, вот, вы зайдите, посмотрите, вот, и ваша Java там, так сказать, она, ну, такая, муа, 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 поэтому тоже интересно. Но здесь есть модные, например, профессия разработчик игр на Unreal Engine 4. Ну как, это сейчас все хотят. Или, например, я тут вниз проскроил, профессия разработчик игр на Unity с нуля до Middle. На Unity, все хотят сейчас. Вот, тут есть реально... разработчики. Здесь, в принципе, достаточно такое, up-to-date-ная хрень. Да. Если в UGS есть, в курсах, о чем говорить вообще? Более модного ничего не бывает. Профессия Саня Гончаров, вот, есть на 6 месяцев. Профессия Team Lead. Я зашел, сейчас стану. Не подтянут, я думаю, но да. Средняя зарплата Team Lead'ов в IT-сфере 200 тысяч рублей, чуваки. Подумайте об этом. Ну, это ты сейчас, это ты уже из своей головы причем говоришь. У меня-то не средняя, ты че, у меня... Ну да, у тебя... Ну, кстати говоря, стоит всего 69 тысяч. То есть, дешевле, чем геймдизайнером стать. В два раза. Team Lead'ом. Да там сейчас еще 100 миллиардов акций. Первым там, скольки-то студентам там. Ну, короче, тут... Тут много акций. И тут еще, если даже вы берете ту профессию, которая на два года, первый платеж надо совершить всего лишь через полгода. Да, кстати. Ну, то есть, вы первые полгода вообще бесплатно это изучаете и, в принципе, уже можете там подколымить, скопить и рассрочки здесь тоже есть. Поэтому задумайтесь по... Вот. Я, в принципе, теперь всем рекомендую, кто меня спрашивает, где-то как-то что-то может там подозучать, как-то вникнуть туда-сюда. Ага. Вот. Я считаю, это самый простой способ нынче войти-войти. Простите за эту избитую фразу, но она здесь как нельзя кстати. Да хочется самому. Вот тут такое всё интересное уже, знаешь. Я, причём, я, ну, вам покажется, что я смеюсь, но вот действительно я смотрю и классно. I speak лучше. Game Designer с нуля до про. Я закладку себе сделаю, возможно. Ну, в смысле, я имею в виду в браузере. Ну, прикольно, что ты именно на это позарился, так сказать. Потому что я вот позарился на го-разработчика всё-таки. Ну, тоже хорошо. Тут Node.js есть, кстати. Нода. Тебе не нужна? Ну, ноду я уже знаю. На ноду я бы преподавать. Ты что-то всё знает, а? А что ты вот... Ты, может, что-то вообще не знаешь здесь? Списались по кибербезопасности, думаешь, ты всё знает, да? Я, конечно, историю сегодня про кибербезопасность такую мог рассказать. Но я просто там нечем хвастаться, поэтому я не буду этим хвастаться. Но нормально, мы сегодня брешь в кибербезопасности пробили. Пробили. Классно. Ладно. Всем предлагаем пройти по ссылке в описании, заценить скидер. Это круто. Просто как минимум для расширения кругозора. Вы себе закладку заложите в браузере, а там уже вернётесь, когда на дне окажетесь и вспомните, что есть ребята, которые вам руку помощи протянут. Погнали дальше. У нас продолжение темы с Apple. И я чуть-чуть скажу. Вы не расстраивайтесь, не так долго это всё будет. Хотя у нас и так уже Apple, Apple, Apple. Но тут есть некая, слух некий прошёл. Что оказывается, может выйти скоро маленькая-маленькая колоночка HomePod, Apple HomePod. Сейчас есть уже HomePod такой большой. Семи твиттерный. Вот. А типа выйдет... Ну он тоже в жизни не очень большой, но да. Не очень большой, но будет меньше ещё. Якобы по слухам двухтвиттерный. Угу. Значит, он будет low price такой, как бы, то есть он будет мало стоить, он будет, считай, мало весить, мало занимать. Угу. Какие плюсы? Во-первых, почему вообще такой слух появился? Сейчас, оказывается, Apple этим работникам раздают с огромной скидкой, а им там, как в СССР, по талонам раздают. Вот реально, без шуток. Сейчас можно купить Apple вот этим просто обычным чувакам, даже если ты там, я не знаю, ну не являешься разработчиком именно, а просто там чувак, который там менеджер какой-нибудь. Угу. Вот. Можешь купить себе с 50% скидкой 10 HomePod'ов в одни руки. Не знаю, что они с ними делают. На Авито продают, хрен его знает. Но теперь из-за того, что сливают, это типа намекает на то, что сливают. Раз сливают, значит новую хотят делать HomePod. Вот. И есть слух, что вот этот маленький будет HomePod'ик. Причем в Apple магазине в какой-то момент была надпись на HomePod'ах, что они все проданы. Потом, правда, убрали. Видимо, появились новые поставки. Но, тем не менее. То есть с HomePod'ом тема такая, что они, походу, его полностью хотят реализовать. Здесь написано, что... Да и просто они, мне кажется, произвели одну партию. Ну, и все еще не могут. И не прогадали. Да, потому что даже ее не могут. Ну, продолжай. Причем, почему одну партию мы стебем? Siri действительно все еще не очень хорошо работает. Я так понимаю, она и на английском все еще плохо работает. На русском она совсем плохо работает. Потому что я реально пытался что-то там прикалываться с Siri, разговаривать, какие-то даже адекватные... Что-то там прикалываться. То есть какие-то реально адекватные вещи, типа открыть калькулятор и всякое такое. И, ну, может быть, я просто... У меня каша во рту, это понятно. Но она вообще плохо понимает. И какие-то даже, ну, вещи она реально не понимает. И не открывает там. Очень часто бывает, что... Сторонние приложения вообще ни одни не открыть. Просто нереально. Телеграм открыть? Не, никогда. Хотя, типа, на английском она даже понимает, когда ты говоришь, отправь маме через Телеграм, и она именно абоненту мамы отправляет в Телег... Нет, ты что, кого? Она даже Телеграм не откроет тебе, поэтому, конечно, да. Ну вот. И вроде как с починками. С починками. Есть такое село починки в Пубге, когда прыгаешь. Ладно. Короче, так вот, когда починят чуть-чуть Сирии, тогда же вроде как и выпустят маленький HomePod. Здесь написано, что вообще-то HomePod соревнуется с такими чуваками, как Amazon Echo, Google Home и всякая такая хреновина, которая за 25 баксов отдаётся. Вот. А HomePod отдаётся за 200 долларов. И то это он сейл. Да. В 10 раз дороже. В 10 раз дороже. Ну, в общем-то, ну а что поделать? Здесь написано, что, между прочим, просто на самом деле у Apple'ата хороший звук и действительно качественно сделано на 200 баксов. Отбивает. Не знаю, на 350 отбивает или нет без сейла. Но ну а... Ну всё, уже 300. Они полностью снизили. Ну, в апреле 19-го они сделали, что официальная цена теперь 300. Так что теперь на 300 должно отбивать. Давай. У меня всё и ты мне расскажи вообще, куда засунуть это всё? Да куда засунуть? Вот смотри, вот мы сейчас сидим в офисе. У нас три человека, да, полноценных членов, так сказать, офиса, которые могут включать музыку. Вот мы собрали звуковую систему. Ага. Как нам на неё посылать музыку? Беспроводно. Не подходить в джек втыкаться, а беспроводно. Пользую на джебель колонку. А как джебель колонку подсоединить к нашей 5.1 системе сабвуфером, который мы собрали в офисе? Не знаю, ауксом. А есть джебель колонки аукс? Так, Ну вот видишь, а в хоумбоди нет, поэтому они и не продаются, блядь. Вот. Я просто смотрел, там реально нету портов никаких, там только 220 торчит и всё. Блин, я начал сомневаться, вообще мне кажется есть, ну типа это уже в каждом девайсе есть, я вот, я вижу, есть, есть. Ну вот всё, вопросов нет. Ну смотри, опять же, почему этот вопрос? Можно так-то на Алиэкспрессе купить просто блютуз-модуль, который, ну в котором только аукс торчит. можно самому вообще спаять, можно Raspberry Pi подключить. Вот. Почему блютуз-модуль с Алиэкспресса это не вариант? Потому что мы с тобой уже в этом подкасте разбирали, что блютуз-говно и нету единого кодека и будет так, что надо купить тот, который с ААК кодеком, тогда с айфонов будет классный звук, а с андроидов будет говно звук. Да. Либо наоборот, купить такой, который с андроидовским кодеком, но тогда с айфона будет говно звук. Плохо. Так. Плохо. И потом я сижу и думаю, ага, я могу, короче, поставить туда свой ноутбук, включить там iTunes и с айфонов с приложения ремоут, ну вот этот Apple пульт, выбирать просто треки, ставить как бы и все. Хрен-то там. Через приложение ремоут нельзя в Apple музыку зайти. Можно только в медиатеку локальную зайти. И я такой думаю, блин, нужно какое-то устройство, которое будет Apple музыку ловить. То есть, типа, какая-то хрень, в которую ты можешь беспроводно с телефона на ней выбирать Apple музыку. Я, короче, понял, что нам в офис нужен Apple TV, чтобы Apple TV воткнуть HDMI в ресивер, из ресивера звук развести по колонкам и какой-нибудь поставить мониторчик, чисто чтобы на нем Apple TV было и вот с Apple TV включать Apple музыку. Более дешевого варианта я не придумал, как отправлять всем троим. Ну, то есть, можно есть еще этот, Яндекс. Алексу купить или как она там, Алису. Вообще, а у вас у всех Яндекс.Музыку и как бы вот и все, и там включать тогда. У вас у всех айфоны, да? Ну, нет, ну, у Сани Бушуева Android, но неважно. Ты же понимаешь, что если это Apple TV, то приложение пульт для Apple TV есть на Андроиде. Да и у Apple TV просто есть пульт. Ну, то есть, там можно просто взять пультиком и пультиком выбрать там сегодня мы это слушаем, а завтра и это. Ну, просто какой-то, или я не знаю, просто банку туда поставить с iTunes. Но тогда, опять же, беспроводной это никак нельзя сделать. Это надо к банке подходить и на ней включать физически. Это уже тоже не охота. Я тебе что хотел сказать. Да к тебе легко это сделать. Смотри, ты себе купишь новый телевизор со Smart TV и отнесёшь свою Apple TV приставку в офис. Да как мне её батя не отдал. Знаешь, я у него её в лизинг только взял, в отлизинг. Ну, тогда отлизинговой тогда что я тебе могу сказать. Просто мне ещё свой телек в офис отнести, понимаешь? Потому что Apple TV без экрана ты не можешь ничего выбирать. А зачем? А зачем батя Apple TV? У него уже такой телевизор, который уже на нём можно Илону Маску запускать. Понятно, вот Apple музыки на том телевизоре нет, он только на Samsung есть. Короче, я пока не понимаю какого хрена как выйти из этого положения. Я гуглил, и вот реально сделать так, чтобы был компьютер, даже вот если был просто компьютер с iTunes, было бы как-то беспроводно на этом iTunes включать Apple музыку, но нет, через приложение Remote можно только включать этот. Самое идеальное это купить охреневший этот музыкальный центр с поддержкой AirPlay. Тогда ты просто в любом iPhone вместо наушников выбираешь ну типа там наш супер мус-центр вместо колонок и он тупо сразу на колонки отправляет и все. Правда, это тоже типа по Bluetooth но может быть AirPlay это все-таки Wi-Fi технология и она как бы и кодеки все нормально поддерживает и так далее. Хочется верить, что это более высокоуровневая хрень, что это не просто по Bluetooth отправил и все, а это именно как-то умно, потому что там же целый протокол AirPlay там туда-сюда. Ну да, да, в тачке ездить можно. Вот, тогда нужен какой-то усилитель или ресивер с поддержкой AirPlay, на который ты посылаешь сигнал, а он уже красиво разводит на 5.1. Вот такая хрень нужна. Вот HomePod это не такая хрень. Я к тому, почему я эту тему взял, что им бы вот такую хрень придумать, чтобы акустические системы классные Apple музыкой снабдить. Ну ты еще что-нибудь посоветуй, что им еще надо придумать? Я просто сейчас вот введу прям при подписчиках. Speakers with AirPlay 2 support. Что там сейчас будет? List of AirPlay 2 support speakers 2020. Ну и тут всякие Bank & Olufsen Bose есть, Libra Tone, Marantz, это фирмы звуков. Sonos, Naim, какой-то Dinon, De Violet, Kev и все. Тут какие-то супер крутые типа фирмы. Ну ладно, Marantz я слышал, Bose, естественно, слышал, а всех остальных я даже и не слышал. Что за Bank & Olufsen Beoplay A6? Как выглядят такие колонки? Просто интересно. Меня просто на их сайт кидает. Ну ладно, сейчас выберу здесь speakers. Что-то жму с... О, подгрузилось. Так, ну, A9. Ну, ковно, господи, там такие же, как HomePod, маленькие колоночки, только 2500 евро почему-то они стоят. Нормально. Бабай. Там просто... Бабай достаточно. Сука. Там просто огромная тарелка на треноге, как Moldbert, только там НТВ-плюсная тарелка. И это типа трехполосный звук. Там сразу сабвуфер внутри. Короче, тут что-то гениальное у них. Ладно. 2500 долларов, напоминаю. Закрываем это всё. Надо думать. Надо думать. Напишите в комментариях, если у вас есть идеи какие-то по этому поводу. Вот. А мы пойдём дальше. Ты, кстати, Музей Никит, ты бы вот сам... Вот хочешь ты дома беспроводно включать музыку? Тебе бы звука от HomePod хватило? От большого? Да, да, разумеется, разумеется. Мне и от маленького бы хватило. Вот. Но, ну, без шуток. То есть, как бы большой, я подозреваю, он, наверное, охреначит. Вот. А мне зачем? То есть, для нано-квартир для наших, мне кажется, маленького за глаза. То есть, так, чтобы он, ну, чуть-чуть дал. Чисто Smooth Jazz какой-нибудь дал тебе? Да, 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 да. Такой чистенький, чтобы звук был. Ну, да, я уверен, звук там, в общем, достаточно на уровне. Ну, как бы такой, то есть, он и объёмный, и прикольный, потому что я слушал JBL, я не знаю, сколько это топовые были JBL, ну, там, тысяч 30 они точно стоили, может, 20. И они, в принципе, достаточно неплохо звучат. Они, конечно, не басуют вообще никак, но при этом звук всё равно какой-то такой плотный, прикольный, и вообще. Ну, вот хочется тебе послушать реально вживую, как HomePod звучит за такие бабки. Мне кажется, они там должны дать. Вот, хочется, да. Вот HomePod, он просто в колонках определяется, и всё. То есть, ты прям отправил на HomePod звук, и всё, он сразу звучит. Ты с телефона туда отправил. Но по факту он и сам через Siri может тебе включать там плейлист «Мои любимые треки». 23 мая 2010 года у нас была годовщина, десятилетия выхода последней серии сериала «Остаться в живых», он же Lost. Ты, эммм, давай. Давай, я буду спрашивать. Сама собаки. Точно, уже спрашивал, но спрошу последний раз. Хоть сколько-то ты смотрел вообще или нет? Или полностью мимо тебя прошло? Ну, можно сказать, что полностью мимо меня. Всё, что я смотрел, это по первому каналу. Какие-то куски, обрывки, затрывков. Всё, что я знаю, это там играет люди из «Властелина колец» и из «Хоббита». Вот, это первое. А кто из «Хоббита»? Плюс я знаю, из «Хоббита» Эванжелин Лили, она же эльфий. А, точно, я же в «Хоббите», да-да-да. Да. И кроме этого, кроме этого, я ещё знаю, что они там постоянно какие-то интервью дают, сидят. В смысле, до сих пор? Или ты про сюжет? Не-не, в фильме, в фильме, в фильме. То есть там как-то всё перекликается, то они на острове, то они интервью дают. Вот. Ну да, там начиная с какого-то сезона есть такие моменты, да. Вот, какие-то я вообще не понял. И ещё, к сожалению, я знаю спойлер, я не знаю, надо ли нашим людям говорить, 10 лет прошло, с финала. Но я знаю, что... Предлагаешь сказать, не страшно уже. Да. Я знаю, что ещё, что спойлер, что они в конце все умерли, это типа просто разматывание, как бы... Ну ты неправильный спойлер знаешь, они не умерли. Главный спойлер, это то, что остров это чистилище. И те, кто доказал, что у них чистые души, они спасаются. А те, кто нет, те умерли на протяжении, собственно, сериала. А, нихрена. Ну, хорошо. А кто в итоге... Ну, там, где-то 6-7 человек в итоге выжило. Самых главных героев. Ну, хорошо. Давай так, из Хоббита выжили? Нет. Нет. Ну, Эважелин Лили, да. А Доминик Монаган, нет. А он там какой-то наркоман, да, играет? Он играет наркомана, но до хрена искупил, и он потом пожертвовал там собой, но всё равно отъехал. Он там, когда они все тонули, он там спас их. То есть, в принципе, он, он типа, ну, короче, он, он, не выжил, но он типа крутой. Ну, тогда он там героинового наркомана вроде играет. Ну, вроде, в смысле, вроде героинового. Не помню, какого имени. Я тогда ещё не так сильно в этом разбирался. Ну, как бы, да. Так, хорошо. Ну, давай продолжаем. Причём достаточно натурально играл. Там именно каждый раз грустили, когда он с, это, срывался, так сказать, всякий раз. В общем, да, Никита кинул новость на ДТФ о том, что вот да, что, ну, как бы, случилась годовщина десятилетняя. И типа, давайте вспомним как, вы довольны концовкой или нет. Давай так, я сразу от себя скажу, что я доволен. И сразу был доволен. То есть, ну, вышел, как мы видим, в 2010 году был финал. То есть, мы уже учились не в школе, но с моими школьными друзьями мы еще поддерживали отношения. Вот. Тусили там неоднократно. И в общем и в целом обсуждали очень сильно это все дело. И из всех я один был доволен финалом. В основном все наблевали досвидосно очень сильно. Примерно как сейчас с Игры Престолов, но как бы может и больше, а может и меньше. Понимаете, это был первый большой наблев от сериалов. Я бы вот так это назвал. Да, потому что это был очень контровершен. Финал. Но смотри, сезон всего был 6. Я бы сказал, что у Клиники тоже контровершал. У них последний сезон контроверш. Так, да. Это просто это факап того, что девятый сезон он не нужен. Кстати, я удивлен, что ты досмотрел в итоге. Да, я полностью. Ну, девятый я не помню. Вот. Ну, я посмотрю. Там 10 или 9 серий. То есть, он именно его на полпути письку спрятали просто и все. Да, да. Ну, там плохо прям что-то вообще. Там надо было прятать, реально. Вот именно. И, короче говоря, здесь 6 сезонов. И это, кстати, сравнительно немного. Ну, то есть, условная теория Большого Взрыва 12. А по сколько серий? По сколько? Да. Ну, по-разному. Там где-то 13, где-то 20. А по сколько минут? По 40. Угу. Ну, это как Игра Престолов. А, кстати, Игра Престолов сколько сезонов? Блин, я сейчас в ступор. 8 сезонов что-то такое. Ну, то есть, больше чем. Я бы еще раз говорю, 6 всего лишь. Несмотря на то, что это был первый сериал, на который мне мой батя сказал, не, ну, такая тягомотина, я столько серий смотреть не могу. Потому что, ну, это все равно объективно достаточно до хрена. учитывая то, что это во многом был первый сериал. Объективно. Ну, давай, забегая вперед, точнее, нет, просто возвращаясь назад, скажу, что ты мне скинул с ДТФа, я понял, что тут не Лонгрид, хотя я реально думал, что Лонгрид, пошел в комментарии, увидел, что все думали, что будет Лонгрид, и написали чуваки, что на Дизгастингменах вышел как раз Лонгрид. Смешно, там классическая гифка, где Джек лежит, от него идет наверх камера, и хоп, собака просыпается. Так вот, на Дизгастингменах, что ты говоришь? Да, я вижу, вижу. На Дизгастингменах вышел как раз Лонгрид, и тут Лонгрид не столько про сам сериал, здесь они реально без спойлеров все написали. Вот. А Лонгрид про то, что Лост вообще дал индустрии. Причем всей индустрии. Как индустрии создания сериалов, так и индустрии потребления сериалов, и как бы вообще вот этому всему. Потому что это был первый настолько глобальный дорогой сериал, ну то есть там немыслимые какие-то миллионы долларов реально за сезон и за серию. Такого, ну такого не делали. И реально, канал ABC, на котором вышло, он бустанулся в тот момент достаточно сильно. Вот. И даже такие сериалы, как, ну именитые, как Доктор Хаос, например, они были созданы в противовес Лосту, чтобы типа сбить рейтинги Лоста и переманить людей. Ну короче, то есть если бы не Лост, не было бы очень много чего. Вот. Кстати, чтоб ты понимал, Лостом занимался изначально Джей Джей Абрамс. Ну, хорошо, хоть изначально только. Согласен. Потом его своротили на миссию невыполнима, на новую трилогию или там на новые еще сто пятьсот фильмов. Он любит это дело, прийти в уже существующую франшизу и порыться там, так скажем. Вот. И короче говоря, поэтому он там понаписал сценарий, там пообсуждали они и потом он ушел от дел, но в итоге он как бы всегда значился типа там создателем и так далее. Вот. И в итоге та концовка, которая вот явилась, так сказать, концовкой шестого сезона, это на самом деле была черновая концовка, которую они писали, когда еще не пошел вообще первый сезон. И они такие, блин, если шоу завернут, то вот такая будет концовка. И короче, они потом в итоге так разматывали, 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 так наматывали столько вопросов всяких мистических, прикольных и так далее, что они просто потом физически не смогли это нормально размотать и просто въебали первую концовку, которая была, что типа это все на самом деле просто чистилище, говно там и так далее, и души там и все. Хотя по факту там очень много сайенс-фикшена крутого, прям такого было, что если бы они это реально прям по полочкам каждый пункт размотали, то могло бы аж прям это, холодок по спине пробежал от того типа как круто, масштабно и так далее. А тут хоп, они просто это кстати все там говно привиделось типа того. Так, погоди секундочку, одну секундочку погоди, сейчас. Гадю. Так, готов, давай продолжай. Попробуй вспомнить, что я говорил. Ну в общем, наматывали, наматывали и в итоге не смогли это размотать, потому что там такое уже придумано. в итоге это все прибредилось как бы и достаточно тупо. Но опять же, опять же, я вот в тот момент был молодой, когда я это все смотрел. И я не мог, я в тот момент, да я как бы и сейчас особо так не думаю, но я и в тот момент себя не считал умнее сценаристов, что называется. и не было такого, да, лучше бы сделали, я так никогда не думал, просто потому что, блин, ну раз сделали, значит, какая-то у них была причина так сделать, и значит кайф. Типа такого. Вот. И да, повторюсь, много дало для индустрии в целом, и в том числе, например, вот этот проект городские пижоны на ОРТ, он начался именно с Лоста в тот момент. И с Лостом у них было реальное партнерство. То есть там же без шуток были промо-ролики, где актеры идут на фоне огромной стеклянной цифры 1, вот это, и по-русски говорят, типа, смотри нас. Ну, типа вот такого. Я понял, да. Это прям заключили контракты с ними, и это как-то даже интересно. Ну, представь, это же заморочиться надо там, это все как-то прям. Я считаю, это мне тоже в тот момент добавляло, типа, блин, это стопудово надо посмотреть, потому что кайф там, и так далее. Кстати говоря, если бы не Лост, не было бы вот этой студии Лост Филм, которую мы все знаем, пиратской. А, нифига. Вот. И всех ее переводов, соответственно. Сейчас Лост Фильм переводит все. Даже вон, лучше звоните Солу, топовым переводом считается Лост Фильмовский. То есть это тоже все появилось только благодаря Лосту. Потому что не хотели ждать, когда выйдет на русском, и как бы выкладывали там, и до свидос. Не хотели ждать, когда выйдет официальный перевод, целую неделю он там выходил. По-моему, начиная с пятого сезона, премьерные серии выходили через неделю. После, ну, то есть, условно там, в четверг вышло в Америке, и в следующий четверг уже у нас на первом показали. Чтобы вот эту неделю не ждать, Лост Фильм как раз вышли, там выпустили. И вообще, на Лост Фильмовских форумах очень много как раз споров на форумах было по поводу там того, а вы заметили, что тут там на 15 секунде там у него на трусах был такой-то логотип. И этот логотип как раз это логотип Дхарма и ниши эти, в которые тут в бункерах там и все. И там реально именно расставляли эти штуки. То есть, это не то, что там фанаты уже бредили и придумывали сейкую хрень. Нет, там на полном серьезе это было типа умышленно все расставлено, оставлено и так далее. То есть, это огромная такая комьюнити хрень, когда каждую серию реально ждали и так далее. Тем не менее, официальные рейтинги, кстати, от сезона к сезону были все хуже и хуже. То есть, вот и тут реально Disgusting Manager пишут, что типа вот, людям не нравилось там, что они так тупо там не разматывают там, ты-ты-ты-ты-ты. Я не знаю, я настолько это смотрел с горящими глазами, тоже там ждал каждую серию и так далее, что вот тот факт, что там кому-то что-то не понравилось, это как-то, мне даже сейчас это нелепо читать. Несмотря на то, что я бы сейчас тоже, может быть, что-то дропнул от того, что мне там не понравилось, как размотали, про Lost я бы это в последнюю очередь сказал. Вообще, после прочтения этой статьи мне захотелось пересмотреть, потому что я его только один раз смотрел. То есть, если Клинику я реально три раза там пересматривал, то вот Lost я смотрел только один раз, хотя там, в принципе, есть что посмотреть. А с учетом того, что здесь всего шесть сезонов, всего шесть сезонов, ну то есть, без шуток, как бы бывало и больше, да? У теории как раз двенадцать сезонов. А, ну у теории серии в два раза и короче. В принципе, то на то же время. Ну там по двадцать серий, просто по двадцать три серии. Ну а тут по десять, и они в два раза длиннее. То есть, тот же хронометраж, ну по идее. Не, ну все равно в два раза больше получается. Почему? Ну не в два раза больше, подожди, математика. Шесть сезонов теории... по сорок минут, либо двадцать серий по двадцать минут. Это одно и то же. Ну вот. То есть, шесть сезонов теории равны шести сезонам Лоста. Правильно я понимаю? Понимаю. Ну да. Ну да. Да, сезонов-то все равно в два раза больше. Ну вот. Ну, короче, по хрену, есть длинные сериалы, это, ну, да ты какие-то Симпсонов приведи в пример и просто охреней. Да, да. При этом я опять же тоже хотел бы приобщиться снова к Симпсонам, просто потому что Симпсонов я дропнул не потому что они скатились как Южный Парк, хотя там были серии уже не такие интересные, но я их дропнул просто потому что я в какой-то момент досмотрел до актуалочки и потом уже просто на следующий сезон забыл начать их дальше смотреть. Все. То есть, не было такого, что, блин, восемнадцатый сезон Симпсонов тупое говно, тупого говна, после такого смотреть просто зашквар. Нет, это что-то нормально, прикольно, там тоже в какой-то момент стало достаточно злободневненько, а не там что-то с макбуками, там политику обсуждать. Но это не было как-то так, ну ладно, мы с тобой миллиард раз это обсуждали, а с подписчиками бессмысленно это обсуждать без предыстории, поэтому насрать. В общем, я South Park дропнул именно потому, что он мне опротивил реально. Я недавно листал классический ресурс, который я оплачиваю, и я пытался прям сезон, найти тот сезон, на котором мне опротивило. Я чуть ли не до шестого домотал, и мне все противно. Ну то есть, я вспоминаю, о чем все, и я понимаю, что какой-то реально фу нахрен. Посмотрел одну какую-то серию, ну рандомную, из какого-то сезона, который предположительно не опротивил. И реально классная серия, офигенная. Даже, а, вспомнил, там где Обаму типа второй раз выбрали. Вот это я посмотрел, там где Картман типа ездил, там украл бюллетени и спрятал их на этом, в магазине Хаммеров, куда никто никогда не заходит, поэтому никто их там и не нашел. Вот этот эпизод реально был смешной, я даже орал сидел. А это, это и это реально уже давно было, потому что, ну когда Обаму там второй раз выбирали? Хотя, может и не так давно. Лет восемь, наверное, прошло. Ну короче. Ну достаточно давно, чудо. Ну вот, вот тогда еще было норм, а после этого уже какая-то хрень пошла. Даже уже айпад-многоножка уже тоже говно. Ну ладно, неважно. В общем, Lost прям захотелось как-то приобщиться, заново посмотреть. Тут написано в конце тоже, что, несмотря на то, что все равно сериал постарел, ну типа чувствуется, что это уже сериалу там сколько, 10 лет? Ну 10 с хвостиком, соответственно, 10 лет финалу. Вот. Но смотрится типа все еще круто. Ну потому что реально, так дорого первый раз снимали, поэтому хочется, хочется посмотреть. Я тебе так скажу, там он, к сожалению, вообще для новичка нужно смотреть с первой серии, естественно. Ну конечно. Как любой сериал, ну не как любой, теорию большого взрыва можно с любой серии смотреть. Но, если, короче, меня почему всегда отваживало от Lost'а, то есть я видел по первому каналу куски каких-то из каких-то там дальних сезонов, когда они уже интервью дают, вот, и мне казалось, такая тягомотина, еще ничего не понятно. Я смотрю, они что-то говорят, я думаю, что происходит? Ты-то что? Это у меня классические два сериала, про которые я неправильно думал всегда. Это Lost, тягомотина, это сезон по твоему бате. И Клиника, это тупое для тупых американцев. Вот. Это классические два. Ну, слушай, опять же, я, при этом, у меня Клиника все равно где-то там, наверное, ну в топ-3 находится сериалов. Если топ-1 это Элементари, топ-2 это Лучше Звоните Соло, то топ-3, наверное, это Клиника все-таки. То есть, она все равно классная, она мне много дала в жизни. Но я согласен, что с каждым разом ее все сложнее смотреть. Ну, это я не, ну сейчас-то я по-другому осознаю, но я когда именно смотрел рекламу по MTV, где классическим голосом говорили, я тогда думал, что, блин, твою мать. Ну, опять же, может быть, когда-то удастся пересмотреть Lost, не знаю, я просто буду тихонечко надеяться, что попадет какой-то момент, когда это будет в жилу и когда просто получится посмотреть. Потому что, я помню, там много всяких прикольных твистов, и в общем, плюс-минус, по-моему, на все вопросы там ответили, насколько я помню. То есть, конечно, как-то неуклюже и тупо, но в общем, ну вот, вот хочется еще раз это как-то более осознанно глянуть. Потому что тогда я был просто, ну, ребенком, и на это так смотрел, типа, типа, что классно, а сейчас, может, уже и не так было. Ну, короче, круто, круто. Надо будет заново причаститься. Дальше тоже важная штука, к которой надо причаститься. Дальше очень важная. Предлагаю тебе осветить, так сказать. Давай, давай. Я расскажу просто, что по старой традиции, с хрен знает какого выпуска, я не знаю, наверное, выпусков 200 с нами. Вот, вот без малого, 200 выпусков с нами этот партнер, спонсор, и как еще сказать, я не знаю. Smart Tape. eobdesign.ru slash smart tape. Заходите, регистрируйтесь по реферальной ссылке. Нам будет приятно. Абсолютно. Мы всех видим, всех знаем, кто классный чувак, кто зарегистрировался по реферальной ссылке. eobdesign.ru slash smart tape. Если интересует какой-то хостинг, их много разных, вот, но попробуйте Smart Tape. Правда. Саня сейчас еще скажет какие-то детали, возможно, details вам расскажет. А я просто скажу, что если мы уже так много с ними сотрудничаем, а вы нас слушаете, а вы, если нас слушаете выпусков 200 и все еще не засмартейпились, надо засмартейпить. eobdesign.ru slash smart tape. Вот время пришло, мне кажется. Особенно, если вы сейчас хотите сэкономить, сэкономить и взять достойную вещь, то мне кажется, на хостинге это можно сделать. Вот взять смартейповский хостинг. Это правда. Я из деталей хочу сказать, что как минимум, если вы уже абонент смартейпа и не знаете по нашей реферальной ссылке или нет, вы мне напишите в телеге в вебсане и там разберемся. И я вам просто скажу, что есть уже успешный случай переключения людей к нам на реферальную программу, поэтому не стесняйтесь. Зачем вам дяденькам отдавать деньги, если можно отдавать их нам? Через нас, как минимум. Тоже дяденькам, но через нас хотя бы, чтобы у нас осела какая-то копеечка. Это очень круто. И цены здесь по-прежнему самые дешевые в России. То есть, если вам принципиально, чтобы ваш ресурс соответствовал федеральному закону 152, и вы не можете просто взять в Австрии какой-нибудь дешевый хостинг, хотя с учетом курса он не сильно будет дешевле, а здесь хотя бы техподдержка по-русски разговаривает, поэтому вы тоже посчитайте просто экономически, то на то и выходит. Вам сколько на переводчика-то отдать придется? Ну вот, если, кроме прочего, вам надо, чтобы в России находилось, то SmartApe соответствует, так сказать, этим требованиям. Вот это очень круто. Поэтому, да, да, пооцените вообще, какие вам тарифы подойдут, и, может быть, увидимся уже на орбите, что называется. Нихрена, дал. Угу, дал. Хорошо, ubsign.ru slash smartape. Да, спасибо. Переходите по ссылке в описании. Следующая новость у нас про JavaScript, новшество ECMAScript 2020, который мне очень нравится. Я написал Mahdi Rezvi где-то у себя на блоге. Ребята на хабре, не будем называть. Зрители увидят, а слушатели даже не представляете себе. Они перевели просто эту статью. Вот. И, соответственно, здесь, да, здесь, кстати, как во всех хороших произведениях, во всех хороших анализах, есть введение, есть заключение. Вот введение, то есть классические вот эти фразы. Последние годы JavaScript развивается очень быстро, особенно это характерно для периода тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Как будто диплом начинают писать или какую-то курсовую. Вот там надо именно такие вступления писать очень, с вводной, так сказать. Так, может быть, это знаешь, типа, чувак в Стэнфорде учился, и его там писали, его учили, как писать. Ну, вполне возможно. Возможно, чувак, да, именно по методичке пишет, так сказать, статьи, потому что я уверен, это не переводчики добавили, это как бы в оригинале такое было. Вот. Ну ладно. Соответственно, о чем статья? Статья, которая говорит о том, что JavaScript начиная с 2015 сильно развивается, ну и как бы мы помним, ECMAScript 6, ECMAScript 2015, вот тогда это как бы все бомбило, очень сильно звучало, вот, а сейчас вот каждый год что-то новое выходит. Первое. Optional Chaining. Лично для меня одна из самых восхитительных возможностей стандарт Microsoft 2020, пишет автор, не могу с ним не согласиться. Короче, смотри, если у нас есть сложный объект, в котором есть свойства какие-то, например, объект User, в нем есть адрес, в нем есть там, я не знаю, street, вот. Мы не можем просто сделать консоль лог, UserAdressStreet, потому что, а вдруг в юзере не существует адрес, будет, типа, не могу взять street of undefined, или вдруг в адресе не существует street, хотя нет, если в адресе не существует street, он просто выведет undefined, вот. А именно, если не существует предыдущего говна, то он скажет, что невозможно взять street от undefined, адреса-то нет. Поэтому, по идее, прежде чем такое делать, надо проверить, что существует юзер, и существует юзер-адрес. И это все превращается в очень длинную колбасу, если у тебя объект 15 степени вложенности, вдруг, такое, в принципе, может быть, если это какой-то большой объект, который находится в story, и тебе, как бы, приходится обращаться к разным его частям из разных компонентов, то, в принципе, да, такое бывает. Тебе приходится писать длинную цепочку из вот таких вот проверочных условий. Например, в Java, если мне память не изменяет, слишком много языков программирования, слишком мало курсов на скиллбоксе по ним, поэтому в каком-то языке, по-моему, в Java через вопросик это можно было делать. Ну и, собственно, здесь в JavaScript тоже в EkmanScript 2020 ввели оператор вопросик, точка, который как раз таки убирает нужду писать эту проверку через два и просто мы пишем консоль лог юзер вопросик адрес вопросик zip тем самым проверяя существует ли юзер, существует ли адрес в нем и только после этого обращаемся к zip очень удобно, очень круто, но, конечно, да, нужно, чтобы все привыкли, я имею ввиду ваши тиммейты, чтобы они тоже понимали, что это у вас тут такое написано и как бы не это, не обескураживались, но в общем и в целом это реально круто, мне нравится, что такое ввели, это действительно топ-1. Дальше, проверка значений только на null и undefined. Есть, короче говоря, возможность теперь оператор два вопросика, как-то много вопросиков они решили в 2020 году ввести, опять же, много вопросов и так мало ответов. Вот, да, два вопросика они позволяют просто проверить на то, господи, короче, это все равно, что равно null и равно undefined. То есть, если мы просто проверяем фолсовое значение, то null и undefined это тоже фолсовое значение. Поэтому, чтобы это отсечь и проверить реально, когда прям фолс, можно либо тройное равно фолс написать, либо два вопросика. Ну, типа, что null и undefined он будет отсекать, а останутся реально только фолс значения. Короче говоря, не сильно в данном случае она уменьшает запись, но какой-то некий синтаксический сахарок типа дает, потому что выглядит более убористо. Но опять же, нужно всегда помнить, что то, что вы такой классный и научились такое писать, это не значит, что ваши тиммейты не будут тупить, вот, и вы можете их просто тупо сбить с толку, с панталыги сбить, я бы даже сказал, и в таком случае нахрена это писать, если как бы это не увеличивает скорость написания кода команды. Поэтому, конечно, такие вещи нужно на стендапе как-то обсудить, договориться, несколько раз на код ревью поправить, типа, чуваки, пишем теперь вот так, и вот в этот момент оно как-то накопится, и да, поэтому я бы не спешил сильно сразу это использовать, хотя с вопросиками спешил бы, потому что реально я то ли в джаве, то ли где-то то ли в котлене это появилось, а в джаве это не было, ну короче, это есть, этот вопросик, он уже становится стандартом де-факто, а вот двойного вопросика я нигде не видел, поэтому с тем вопросиком можно как бы уже ставить, он в принципе такой, говорящий, понятно, что он означает, с двумя вопросиками нихрена не понятно. Дальше динамические импорты, мы про них уже говорили с тобой, вот, но тут в чем суть, раньше нужно было импортировать все говно из файла в самом верху и потом с этим импортированным говном как-то работать. Даже если вдруг оно нам не пригождалось, вот этот импорт, он все равно происходит именно на момент сборки и как бы, ну, модуль подключается и все, то есть он уже в памяти, то есть выкачалась та джеска, которая есть. Теперь это можно делать внутри коллбека, внутри любой функции написать импорт такой-то джес и только в случае, если этот коллбек вызван, эта джесочка импортируется и, соответственно, код, который мы из нее импортируем, используется. Здесь есть как понятные плюсы, так и понятные минусы. Понятные плюсы в том, что мы при первоначальной загрузке страницы быстрее загружаем эту страницу, потому что не все куски сразу загружаются. Простите за то, что я много раз использовал слово загружается. Минусы, в общем, тоже очевидны. Если вдруг мы прожимаем какую-то кнопку, которая зависит от динамического импорта, а там динамический импорт на 500 килобайт, то мы увидим заметный лаг при нажатии этой кнопки и лучше мы этот лаг увидим в самом начале с прелодером этой страницы, чем потом, когда мы нажмем кнопку и интерфейс зафризится. Понятно, что мы можем прелодер навесить и по нажатию на кнопку, но в данный момент нужно найти баланс. То же самое с динамическими маршрутами во Vue.js. Если вы, у вас там действительно приложение состоит из 500 маршрутов, можно их сделать действительно динамическими, потому что, ну, долго это просто будет. Но если их мало, то можно их сделать не динамическими, потому что тупо будет быстрее загрузить один раз весь бандл, чем терпеть маленькие подгрузки. Ну, то есть смотри, условно, одна подгрузка на 300 миллисекунд, она, ее проще воспринять, чем 10 подгрузок по 30 миллисекунд, потому что они все равно как бы, ты в нескольких местах у тебя будет глаз спотыкаться, а так он в одном споткнется. Правильно я говорю? Как в ухимке, правильно я говорю? Да, правильно, правильно. Вот, вот то-то же. А дальше, кстати, топ-2 из тех, которые здесь перечислены лично для меня. Конструкция promise.all settled. Смотри, при вызове набора промисов через promise.all конструкция споткнется, если хоть один промис отклоненный reject нится, то все говно споткнется просто и дальше выполняться не будет. Это плохо на самом деле. Ну, то есть, иногда это надо, типа, если там цепочка промисов, зависящих друг от друга, хотя зачем тогда их через promise.all вызывать, если их можно через then вызвать как бы друг из друга, но не важно. Вот. Есть конструкция теперь promise.all settled, который вызовет каждый промис, и даже если все споткнутся, он их все равно все вызовет. Ну, и если там внутри промисов есть вывод или как-то обрабатывается ошибка, то там будет какой-то вывод, типа там споткнулся, потому что это, споткнулся, потому что то. Это очень круто. Это важная штука. Ей я рад, так же, как вопросику из Java. Вот. Ну, тут среди прочего есть beginnt, тип данных новый, который позволяет работать с большими числами, правда он обратно не совместим с предыдущими типами данных, поэтому если мы используем beginnt, то только с beginnt вот здесь вот поработаем, а как сочетать его с другими int-ами не получится. Ну, мы с Никитой знаем, что придумали уже давно модулярную арифметику, которая позволяет работать с супергигантскими числами по модулям, и не хранить в памяти 500 знаков после запятой и до запятой, можно просто по модулям работать с числами и все, есть целые алгоритмы, которые для этого были написаны, поэтому beginnt возможно не так и важен, как просто хороший классный алгоритм, тем более на JavaScript. beginnt не такой уж и big deal. Вот, да, хороший слоган, если бы если бы у beginnt были какие-то конкуренты на предвыборной гонке, они бы так и сказали, beginnt не такой уж и big deal. big float, если бы да, если бы это big float какой-то баллотировался тоже. Так вот, дальше есть метод новый match all у прототипа строки, он позволяет, смотри, вот у нас есть какая-то регулярка, мы ее применяем к строке, говорим типа найди все вхождения этой регулярки в строке, обычный match нам бы вернул массив, а при match all мы можем внутри сделать итератор, то есть внутри будет callback, что с каждым просто тупо красивее выглядит, не когда ты потом массив мэпишь или там фильтруешь или редюсаешь, а здесь внутри сразу же в итераторе этот переберем все полученные результаты и как-то с ними что-то куда-то сделаем, то есть просто более красиво будет выглядеть, на одну операцию меньше мы сделаем, точнее интерпретатор-то сам столько же операций сделает, просто мы увидим в коде как будто бы это одна операция а не две вот ну и глобальное свойство global this хранит ссылку на глобальный объект соответствующий окружению в котором выполняется код в браузере глобальный объект представлен объектом window в node.js это объект global в веб-воркерах объект self ну просто ссылка на то чтобы ну как бы не писать window а писать global this ну или там в случае с node.js global короче это на то оно и последнее новшество что его последним написали ничего в нем интересного нет вот такие вот штуки в ecmascript 2020 ввели достаточно прикольно что все еще работает и что-то вводит как-то даже интересно прикольно я могу сказать что мне понравилось по бреду мне понравилось про динамические импорты то есть на самом деле ты сказал что опасная ну и тут написано что опасная штука вот в том плане что чувак нажал а у него только сейчас импортнулась и он на туре 500 килобайт выкачивает по модему но если найдется какой-нибудь гуру или ниндзя динамических импортов он может ускорить страницу мне кажется вообще жестко и подгружать то есть если у тебя разделено допустим у тебя какой-нибудь здесь там дашборд есть какой-нибудь там хренорд то дашборду ты свои там импортишь штуки а в хренорде свое импортице и короче там все классно и все успевает загрузиться без каких-то лагов мне кажется это прикольная тема ну да я повторюсь просто надо с этим responsibly относиться к этому с как с ответственностью и все и нормально все будет я с тобой согласен абсолютно хорошо ну все про экран скрипт поговорили пойдем дальше напишите кстати в комментариях возможно кто-то ждал от ну каких-то открытий от этого все-таки экран скрипт 2020 откровений да напишите каких откровений ждали или ну может быть вы уже что из этого понравилось тоже напишите что вот вы будете прям сразу использовать да интересно может быть сейчас уже вообще никому проект москрипт не надо и мы поймем это по комментариям следующая тема темная сторона работы в яндекс маркете мы назвали это темная сторона работы в яндексе просто ну просто чувак так описывает как будто так везде уже ну не везде но по крайней мере в яндексе значит чувак пишет короче сейчас 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 я зайду значит он рассказывает что он 15 15 месяцев поработал в яндекс маркете в компании яндекс получается на проекте яндекс маркета ну окей значит 15 месяцев это в принципе достаточно много чтобы понять ну что происходит вообще на работе тебе ты вот за 15 месяцев бы смог понять вообще как дела обстоят слушай я за месяц иногда понимаю поэтому за 15 можно прям вынюхать вообще все да я с тобой согласен он пишет дисклеймер что эта статья бесполезна для тех кто работает или работал в маркете предназначена в первую очередь для тех кто лишь планирует туда пойти а еще яндекс маркет это не яндекс но очень близко поэтому все о чем он будет говорить здесь в первую очередь относится к маркету но значительная часть из этого точно так же может быть применена к большому яндексу я подозреваю что вообще к большим компаниям это может быть применено давайте посмотрим что он еще также говорит что он в принципе никого не отговаривает от трудоустройства в яндексе наоборот говорит это отличный вызов для любого разработчика если вы в состоянии попасть в компанию с большой буквы то вам однозначно стоит попробовать значит какой его главной проблемой стала явилась вообще работа в яндекс маркете главная проблема это завышенное ожидание но он видимо действительно подумал ну придет сейчас что-то там яндекс пойдем по минусам сразу то есть у него здесь плюсов-то особо и нет у него в основном почему он блевкнул первый пункт релокация компания предлагает очень заманчивый релокационный пакет от которого практически нереально отказаться отель на первое время риэлтор оплата первого месяца аренды перевозка вещей подъемные это видимо те которые на 9 этаж поднимают твои вещи подъемные это мне такие пригождаются тебе нужно это кинуть тем не менее это все значит что это естественно не за счет компании ты попадаешь в рабство по сути на год потому что все это как бы ну просто за твои бабки то есть ты здесь ты пока еще в яндексе никто то есть тебе не то чтобы это все бесплатно достается ты как бы просто потом отработаешь это бабло соответственно плюс рабство он говорит его релокация стоила как вся зарплата за 4 месяца он из Ярославля в Москву свалил ну между прочим Ярославль не так далеко от Москвы кстати говоря по сравнению с не знаю каким-нибудь там с Камчаткой в такой ситуации отработать меньше года пока компания не спишет долг ты уже не можешь ну то есть все ты уже там это первое следующий пункт уровень дохода то есть ты уже попал в лапы к Яндексу что тебя ожидает Яндекс платит ниже рынка в принципе все это знают и понимают хотя вот кстати странно я вот подумал что Яндекс много платит но допустим постараются максимально продавить по зарплате когда будешь устраиваться и тебе будут просто говорить там некоторые секции собеседования прошли не так уж шикарно но типа ну короче в общем давайте поменьше вам соответственно многие идут в Яндекс за строчкой за резюме поэтому они готовы подвинуться в зарплате соответственно уровень дохода тоже не очень высокий как мы видим релокация уровень дохода далее Яндекс стремится быть как фанг здесь написано фанг это соответственно фейсбук Amazon Apple Netflix и Google и Яндекс типа слизывает то есть они смотрят такие что там как вообще у майков а у майков оказывается монорепозиторий не с хрена то есть они хранят все весь код в одной репе будем говорить и короче то есть там что джава лежит вместе что пайтон что си плюс плюс все это общий репозиторий для всего этого напишем свою новую универсальную систему сборки пусть джава разработчики компилируют плюсовый код пусть забудут про все что есть в мавен и гредл и пусть пусть это будет работать только на линукс то есть он говорит что уже как-то очень странное решение вроде типа майкрософт так делает монорепозиторий ну и мы так сделаем а то что это там неудобно или это там еще как-то никого не волнует мы типа модные вот так у меня что-то отсоединилось или это у Сани что-то отсоединилось Саня вышел видимо ты что-то ты что-то вышел о зашел интернет на чем на чем ты на чем ты за релокация за его деньги практически были Ярославль не так далеко от Москвы на что я ответил я хреново знает где Ярославль но твоего ответа уже не услышал а нихрена я тебя уже тогда не слышал когда ты это говорил ну я тут достаточно много рассказал давай заново но мне кажется что близко Ярославль от Москвы мне так кажется ну мне кажется это точно центральная часть России европейская так что да далее кроме того что ты попадаешь в кабалу по релокации уровень дохода написано что Яндекс платит ниже рынка и написано что тебя на собеседовании будут максимально занижать как бы по-всякому что не так уж ты хорошо прошел соответственно будут меньше платить и поэтому вообще многие чуваки да многие чуваки идут просто за резюме за строчкой то что работал в Яндексе не то что за бабки кроме этого Яндекс хотят быть как фанг то есть как фейсбук amazon apple netflix или google они копируют всякие разные штуки вообще абсолютно несмотря на то что там ну вообще надо так делать или нет они делают монорепозиторий как у microsoft например это хреновина репа это репа в которой лежит все на всех языках на сях на пайтоне на джаве все в одном и это написано что вообще типа супер неудобно вот типа он же вист и ему приходится компилировать плюсовый код и не с помощью своих там хреновин джавовских и будет работать только на линуксе ну типа то есть это короче сделано так что вроде скопировали технологию microsoft вроде microsoft используют монорепозиторий круть но непонятно зачем это им просто высшие чуваки сказали надо делать как у microsoft ну вот фу фу велосипедостроение следующий пункт следующая проблема обилие собственных велосипедов это что нам говорит в яндексе вообще по каждому поводу пишут свою хреновину никто не использует какие-то там другие решения third party да in house вариант соответственно и из-за этого ты постоянно пользуешься чужими велосипедами которые уже настроены и ты никак не развиваешься уже вне то есть ты не смотришь другие какие-то там решения крутые а ты только вот ну да это плохо ты потом в любое другое место пришел а там все используют как бы стандартную штуку которую как бы ну написано чуваки пишут версию свою версию кафки или пародию на докер или кубернетес ну это не очень я сейчас работаю на проекте у мейла и там тоже бывают такие настроения написать свои михаус решения да но пытаются с этим бороться конечно коллеги поэтому да но такое реально почему-то вот я не понимаю почему ну то есть я может быть в яндексе типа чтобы не зависеть от чужих решений видимо да но тут в мейле просто типа вот зачем лишние зависимости хотя это и есть независие от чужих решений ну короче это странно это неправильно это это пустая трата сил разработчика и это понижает его рентабельность на рынке ну то есть если ты здесь написал свой браслет свой велосипед это не значит что ты умнее других людей которые написали библиотеку которые мейнтейнятся там 10 тысячами людей ну если там про работу с датами в джавоскрипте например они скорее всего умнее тебя одного и к сожалению ну не знаю по-моему иметь опыт работы с общепринятыми инструментами это более ценно чем строчка в резюме что ты в яндексе работал над говном и над велосипедами ну ладно следующий пункт нигилизм следующая говорит с чем приходится столкнуться это отрицание и обнуление всего вашего предыдущего опыта эффективным менеджером видимо в кавычках внутри не важно чем ты занимался раньше и что ты умеешь тебя обязательно засунут на проект где у тебя меньше всего опыта а область где у тебя есть знания отдадут человеку который в ней не разбирается матрицы компетенций нет здесь так не принято и вообще запомните эту фразу здесь так не принято тут так не принято в яндексе так не принято это классическая типа хреновина которую постоянно говорят вот далее переработки я так понимаю в яндексе достаточно гибкий график тут написано возможность удаленной работы но что это влечет за собой разработчики каждого сервиса сами отвечают за его функционирование и в продакшене для этого вводится так называемые недельные факап дежурства обычно существенная часть доработок выкатывается во второй половине дня и соответственно большая часть инцидентов случается поздно вечером ну то есть если ты выкатил фичу вечером в пятницу да то тебе приходится с пивом практически дорабатывать с ноутбуком там в три ночи потому что ночью ты их чинишь причем за просто так абсолютно за бесплатно то есть ты просто отвечаешь чтобы функционировало у тебя должно чтобы работало а соответственно у тебя не работает значит ты не делаешь ни хрена значит надо делать тогда когда надо и он говорит получается в джо бываешь по 10-12 часов в том числе и на выходных вот текучка кадров следующий этот пункт такая организация рабочего процесса естественно порождает профессиональное выгорание и текучку кадров ни на одном из предыдущих мест работы не было такой текучки как в яндекс маркете рабочих рук всегда не хватает поэтому тобой будут затыкать все дыры сегодня ты здесь завтра там эффективные менеджеры считают что все джава разработчики абсолютно универсальны смена контекста ничего не стоит а люди просто обязаны на новом проекте перформить так же хорошо как и на предыдущем вот и еще если вам предложили подумать о переходе в другую команду то вы не можете отказаться даже если ваш руководитель говорит об обратном любой отказ делает вас человеком нелояльным а компания или нелояльная компаниям со всеми вытекающими хорошо легаси и руководство следующий пункт даже не думайте критиковать и подвергать сомнению архитектуру системы созданную 5-6 лет назад людьми которые теперь являются вашими руководителями особенно если критика конструктивна а проблема мешает дальнейшему развитию сервиса не надо грести против течения здесь так не принято тут еще заниматься техническим долгом здесь так не принято качество кода текучка кадров частые смены команды и желание все сделать побыстрее приводит к тому что качество кода оставляет желать лучше иногда код настолько паршивого качества что вызывает лишь недоумение как все эти классные люди написали такое вот ну логично если чуваков переключают постоянно контекст на разные проекты туда-сюда можно написать вообще такое что ну просто даже если ты бобок условный то тебя сильно потаскай по проектам и ты начнешь ну у тебя качество мне кажется снизится просто работает стопудов как минимум даже и мотивация не столько ну как бы то есть тебе не будет хотеться что-то делать здесь делать проект мечты если учесть что через 2 недели тебя могут переключить куда-то где просто нужен плюс 1 это конечно провал да ревью и премии тут он пишет что он на самом деле чтобы получить бабло там типа премию какую-то да дополнительную ты должен выполнять задачи причем значимые задачи но значимые но задачи ты не выбираешь тебе их дают и после того как он типа хорошо поработал получил по ревью там оценку выше ожидаемого попросил премию ему сказали ну чувак у тебя не было значимых задач но значимые задачи типа не выдаются просто так и типа тебе выдаются просто что ты должен делать то что дали вот соответственно как бы до премии не добраться здесь вообще пишется что он что-то прям плохо он говорит что он работал над брингли практически над бусте который закрыли все что мы сделали за несколько месяцев помножили на ноль неудачу по сути списали на команду разработчиков и тестировщиков людям понизили оценки на ревью хотя обещали этого не делать естественно часть людей уволилась после этого но не я я не мог поскольку мой год еще не закончился но он отработал релокейшн вот следующий пункт наем обучения личный рост в яндексе есть проблема с наймом оценивается в основном умение решать алгоритмические задачки это конечно хорошо но в большинстве случаев абсолютно бесполезно в повседневной работе нанимать людей под конкретные задачи или с определенным набором практических умений навыков здесь не принято нужен разработчик хорошо знающий MS SQL сервер нанять его со стороны да ни за что лучше мы какого-нибудь из своих на этот проект засунем даже если у него нет опыта работы с MS SQL ну и вот еще он просил типа реально поехать на конференции сначала ему в июне ответили в 2018 в 2019 в июне ответили что чувак ну уже бюджет на 2019 как бы исчерпан то есть ты не можешь поехать на конференцию в 2020 он выбил себе билет на J Point J Point это видимо где-то в Японии наверное J Point хотя это Java наверное Point что я говорю он же J вот именно да вот и короче возможно это в Ярославль ему пришлось ехать ты знаешь в Ярославль J Point вот но но Яндекс аннулировали участие сотрудников конференции потому что начался началась пандемия но самое главное что они даже его не предупредили они просто аннулировали ему из J Point написали что блин сори вы аннулировали и он только от J Point узнал это ну то есть нормально заключение не хотелось бы чтобы эта статья выглядела как излияние обиженного сотрудника идя в Яндекс.Маркет я понимал что это не навсегда и даже ненадолго правда по окончании первого года работы я рассчитывал на повышение ЗП и планировал ротироваться в Яндекс.Облако но увы первого не случилось а второго уже не захотелось тем не менее если бы я сейчас мог вернуться во времени назад то все равно пошел бы работать в Яндекс.Маркет это хороший опыт в плане развития soft skills и заведения новых знакомств с очень крутыми разработчиками вот такая история как тебе? как мне? в 500 раз убеждаюсь что хорошо что я в аутсорсе работаю потому что у нас реально формально нас берут под конкретные навыки как раз если вдруг проект закрывает нас не переводят у этих же подрядчиков на другой проект нет нас к другим подрядчикам где нужны люди с нашими конкретными скилами поэтому конечно продуктовая разработка в этом отношении она тяжелее и более такая тернистая и вообще поэтому ну вот это я могу ну грустно что в Яндексе так ну то есть как они тогда добились таких высот может быть он реально это нормально или как ну да если настолько идиотские управленческие решения ну как-то это не знаю я верю я верю в общем то что он говорит но это странно почему я тоже верю но может быть Яндекс.Маркет просто плохой проект мы не знаем а может быть ну это общая проблема Яндекс я не знаю тут сложно сказать может быть это только недавно так стало а до этого было все классно ну не знаю может быть напишите если вы из Яндекса и почему вы оттуда ушли если ушли пойдем дальше к следующей теме следующая тема это чисто поддержка нас несмотря на то что мы до этого тоже говорили про поддержку нас но это прям поддержка поддержка у нас есть такая платформа patreon.com slash ewebdesign patreon.com slash ewebdesign заходите туда смотрите что мы предлагаем за ваши скромные донаты ежемесячные там много интересного одно из интересного я вам скажу и достаточно вкусное это всего за 1 доллар от 1 доллара можете занести сколько вам просто сколько вы хотите нам пожертвовать вам открывается прешоу вам открывается то как мы разминаемся с саней разминаемся нашими интеллектуальными мускулами так скажем оуе да там вообще там качалка у нас такая интеллектуальная вот в ней мы чуть-чуть как бы разогреваемся и приходим сюда в подкаст и там прикольно достаточно там интересные темы там достаточно это более подкастного типа потому что там все-таки не текст какой-то который мы прочитали там аудио онли как минимум да там такой чисто подкастик причем ну на какое-то на что-то что нас интересует это все всего лишь вы получаете за за сколько занесете на патреоне просто главное стать патроном и будете получать в среднем около четырех трех может быть ну когда как вот таких вот пришел в месяц прикольно прикольно там есть много другого интересного заходите на patreon.com slash uvabdesign слож мы там и там достаточно много людей уже это прикольно да вообще мне кажется вот эти пришел их можно вообще как отдельный проект выпустить он может быть был успешнее даже чем сам суровый веб но это мы узнаем когда-нибудь в другое время а из новиночек хочу добавить что завтра наконец-то поеду забирать physical goodies наконец-то пришли футболки powerbank стикеры новые наконец-то в этот раз по 200 штук заказали чтобы так сказать ну всем хватило чтобы можно было вообще расклеить да ну я надеюсь что этот подрядчик все хорошо выполнил что мы в следующий раз просто у них до закажем что-то там перезакажем сделаем еще и это будет в разы быстрее что тут они нам искали там кто то сё пятое десятое тут уже если типа нашли то наверное в следующий раз уже будет проще найти поэтому будем надеяться что наше сотрудничество с ними продолжится а я уже почти все письма подготовил то есть я просто ну маски ваши уже лежат запакованные я просто подумал что раз тут на днях реально придут уже там стикеры да вот это все то я доложу всем стикеры во-первых новые вот а во-вторых уже если кому-то там полагается футболки и пауэрбэнки то я уже переложу из писем в посылочные так сказать эти пакеты такие и уже отправлю это как посылки разоримся короче в этот раз ну разоримся но да но мне кажется что как раз ты вот сейчас это сказал и как раз до вас дойдет все посылки когда к декабрю уже снимут пандемию уже все нормально будет да все правильно так и будет хорошо я кстати жду потому что мне это тоже перепадет я не патрон но какое-то отношение к проекту имею так что я жду сам не всегда ты там пару вещей знаковых через тебя прошло поэтому по старой памяти тебе тоже закинем а так в сторону скажу что в ДНС появился тот монитор который я когда-то хотел который когда-то стоил 120 и сейчас он стоит там 207 как вот пи ворд про них не сказать не очень дорого я скажу особенно учитывая то что он стоит 1200 долларов вообще-то в Америке 1200 Карл Наташ 1200 1200 баксов твою мать это 80 тысяч 207 напоминаю совсем уже охренели просто как жить а новый хороший 4к монитор хочется но это просто нереальные какие-то деньги 207 тысяч ты можешь представить я понимаю что это одна средняя зарплата тем лидом но блин да даже тестировщик потом ладно извините продолжаем как правильно увольняться как правильно увольняться после того как вы узнали что у вас такая плохая ситуация например как в Яндексе как правильно уволиться здесь взгляд HR здесь взгляд HR и мы посмотрим с двух сторон вот что нам говорит HR когда дело доходит до увольнения люди часто хотят отомстить а не уйти достойно. Скинуть на других свои обязанности, уничтожить наработки, разозлить начальство. В первую очередь страдает профессиональная репутация тех, кто увольняется. Ну, это логично. Даже если вы что-то там удалите, репозитории останутся, и, в общем-то, вряд ли вы уж сильно так прям наговните. А если наговните, то вас найдут. Дисклеймер. Дисклеймер, кстати говоря. Если вы узнали себя в этих ситуациях, не отчаивайтесь. Лучше проведите работу над ошибками. Итак, увольняйтесь правильно. Это поможет вам найти работу. Во-первых, на следующей работе вы, может быть, вашему работодателю потребуется узнать, кто вы такой, и запросит он, соответственно, рекомендацию у тех чуваков, с которыми ты до этого работал. И его, в том числе, будет интересовать психологическая устойчивость ваша. Чем уже ваша профессиональная комьюнити, чем уже ваша профессиональная комьюнити, тем больше шансов получить в нем известность. По сарафанному радио информация доберется до потенциального работодателя, и он заочно составит мнение о вас. То есть, соответственно, если вы там наговнили где-то на прошлой работе, на истерили, наорали на кого-нибудь, то это, возможно, дойдет и до нового, до новой работы. А это, как бы, ну, чревато тем, что вас не возьмут, просто тупо. Или возьмут, но плохо возьмут как-нибудь. Как говорили мудрецы, земля круглая, все отрыгнется, поэтому... Вот, да. А точно нужно уходить. Сначала обсудить... Сначала обсудите это с руководством. Сотрудники увольняются, потому что им чего-то не хватает. И люди боятся сказать об этом. Проще молча положить заявление на стол и надеяться, что на следующем месте будет лучше. Но нет, не будет. До тех пор, пока вы не научитесь разговаривать. Ну, и здесь, как обычно, написано, что надо бы сказать, типа, аргументировать вообще, почему так, почему хочется получше. И многие чуваки, типа, реально идут на уступки. Но это по версии HR, пока мы версию HR рассматриваем. Другая ситуация. Вас в компании ценят, но улучшать условия работы не торопятся. Внезапно команда мечты делает вам оффер. Не бросайтесь на него сразу. Для этого сначала придите к начальству и покажите условия, на которых вас готовы принять в другом месте. Если здесь вас ценят больше, то сделают контр-оффер. Вот. Ну окей, хорошо. Следующее. Двух недель мало, не подводите команду, сообщите об уходе как можно раньше. Это что нужно сделать, чтобы хорошо уволиться. Естественно, за 14 дней очень сложно найти на вас в замену. Поэтому, чем раньше вы поняли уже реально, что хотите увольняться, тем круче будет, что вы скажете. Это как бы вообще безоговорочно. Нужно мне тяжело вздыхать. Далее. Предлагайте коллегам готовый к работе участок. Это уже как будто в саду. Вы скажете себе спасибо, если правильно передадите текущие задачи коллегам, хотя бы по этим причинам. Коллеги будут уважать вас за ответственность. И вам не придется просыпаться по утрам от того, что вам там звонят или пишут, какая электронка у заказчика, куда ты дел договор. Вот такое. Ну, короче, вообще в принципе, то есть круто все так завершить хорошо и все сделать. Обсудить с начальником, кому передать проект. Допустим. Знаешь, вот я просто вклинюсь сразу, потому что, это такой вопрос. Вот сообщил ты, допустим, за месяц, да? И вот этот месяц, он же вот натянутый будет. Натянутый. Натянутый будет. Все будут таким улыбаться тебе. Ну, как бы, ну, понятно, что как бы, ну, обычные такие рядовые коллеги, они, наверное, поймут. Может, как-то. То есть, ну, вот начальство, да вот все, вот этот вот месяц мучений, ну, это прям на то и надо карму отмывать. Вот так как-то это все. Я согласен, я согласен. Но, тем не менее, кроме этого, тут написано прям, напишите, кому надо, кому-то надо написать, кому-то надо войсами записать. То есть, используйте форматы, с которыми дружат принимающие. Вот. По версии HR, например. Да, отправить письмо, например. Третье, соберите наработки в одном месте. То есть, как обычно, по американцам в коробку собрал и поставил. Четвертое, откройте внешние контакты. За время работы вы стали связующим звеном между компанией и партнерами или клиентами. И, как бы, если ты клиентов кинул, просто, знаешь, такой ушел и все, они такие звонят, а где там, где Ваня, где Серега? А он уволился. Они такие, уху, мы тогда идем к конкурентам. Это, естественно, плохо. Вообще, ну, как бы, так делать не очень. Поэтому надо как-то состыковать либо с новыми чуваками, либо еще как-то сделать, предупредить. Пятое, самый идеальный вариант, найдите преемника. То есть, прям реально на замену себе найти чувака. Может быть, какого-нибудь джуниора, может быть, еще что-нибудь. Но это был бы идеальный, конечно, вариант найти какого-нибудь кента на замену. Ну вот, такие пункты по версии HR надо делать, если вы хотите нормально уволиться. А теперь первый комментарий к этой новости. Все всегда почему-то описывается с точки зрения предотвращения проблем компании. Дескать, мы такие хорошие, а они с нами так. А в 99% случаев получается причина ухода сотрудника неадекватности работодателя, обман с условиями работы, черная-серая зарплата, на которую еще пытаются прокинуть в последний месяц. И так поступают даже не с какими-то курьерами или грузчиками, а даже около топовыми сотрудниками. Никто никогда не подходит к сотрудникам и не говорит, а давай-ка мы тебе без зарплату проиндексируем по уровню инфляции за год. Вот тебе бонусы, вот тебе возможность гибкого графика. Нет, просто насрать на людей. Крупная компания, средняя, мелкая, не имеет значения. Подавляющее число руководителей некомпетентны. Редко, когда попадается адекватный HR, да и то, если так, его директор заставляет творить дичь. Дичь жареная, она не улетит, как говорится. Отрасли тоже не особо важны, только там, где свой край, типа IT-рынок кандидатов. В общем, чуваки пишут, что на самом деле это не кандидаты насирают, когда увольняются, а компании, как бы на них. Хорошая точка зрения. В целом можно поддержать. Вот. И действительно, то есть, смешно, пока сотрудник работал, компания не очень о нем заботилась. Почему он увольняется, да? Часто бывает такое, что ну просто как бы ты работаешь, работаешь, и за тебя никто, то есть, не будет никто за тебя париться. Ну тут ты должен сразу начать париться, почему-то. Все там отдавать. Ну просто, я понимаю, что парни в основном, я, вот я больше, если уж так увольняешься, паришься в основном не за начальство, вообще насрать на них в основном становится, когда увольняешься, а именно на чуваков, которые с тобой работают, то есть на команду. Потому что они-то как бы сейчас будут дырки закрывать, твои тазики поставлять. Соответственно, за них стрёмно. Вот, это, это, конечно, главное. Я думаю, вот здесь всё-таки надо соблюдать какой-то кодекс чести там и так далее. С кентами, с которыми я работал. Ну давай по-честному, вот если ты за месяц их предупредишь, а не за две недели, что за две недели дополнительно изменится? Да ничего не изменится. Да не изменится. Тупо просто реально найдут человека, который успеет с тобой там неделю поговорить и ты ему расскажешь, где какой код лежит или что? Ну как это сгладит вообще? Ну то есть я понимаю, конечно, что в прошлый раз я, не в прошлый, в позапрошлый раз я достаточно резко ушёл, так сказать, с работ и нет мне прощения и всё такое. Да я, да не, я тоже, я за две недели уходил, но ничего не меняется. Никого не нашли за две недели, например. Вот. Я подозреваю, и за месяц никого не нашли. То есть, ну типа, в общем, странная история. Вот именно. То есть это, а даже если вдруг кто-то там, ну, найдут кого-то, ну значит, не такой-то и важный был, если так быстро, ну как-то, я не знаю, это всё странно. Это всё такое. Я понимаю, что да, вот чисто из уважения к собственным коллегам как-то это всё. Мне только один пункт здесь понравился, и он, в общем, ну, меня учит жизни, что, может быть, не обязательно уходить. Нам просто идти, торговаться и всё. Как минимум. Хуже не будет, если ты уже собрался валить. Типа. Ну, вообще да. Обычно, правда, собираешься валить, когда уже не в Моготу, и по каким-то конкретным причинам. Не потому, что ты просто дороже где-то нашёл. Хотя и такое бывает. Ты, скорее всего, знаешь, значит, это же можно просчитать. Ты, скорее всего, знаешь, что тебе ответят. Ты, скорее всего, то есть, мы сейчас, ну, как бы, вот, то есть, да, то есть, ну, или, по крайней мере, знаешь, что если тебе сейчас это ответят, повысят зарплату, ты, возможно, ну, такое, короче, такое, что лучше не повышали. Ты останешься, да, ты оставишь, типа, дерьмовое впечатление чувака, который в случае чего может свалить, и тебя потом всё равно найдут момент, когда тебе уже скажут за две недели, типа, кстати, чувак, чё-то как-то всё. Просто тебя превентивно уберут, и ты тем самым, типа, а это будет уже не в подходящий момент, когда ты уже сам за две недели ничего не успеешь найти. Да, да. Короче, здесь такое. Мне кажется, компании проще, чем сотрудник. Всегда. Это как, типа, там, не знаю, при разводе проще, там, кому-нибудь. Вот тут компании проще, потому что всё-таки это компания. То есть, то, что даже если уйдёт супер-элит там, супер-чувак, вот, на котором всё завязано, всё равно разгребут, я думаю. Думаю, да. Вот. А если чувака уволили, то он от гола умеет. Ну, понятно, ты просто сам будешь чувствовать, когда, типа, релиз, перед релизом сразу ты не свалишь. Ну, не, ну, всякое бывает. Ну, в общем, понятно. Идея понятна. Интересно, что, опять же, у нас напишут в комментариях, если напишут. Последнюю темку давай под закрытие. Можно, на самом деле, её бы и, ну, дропнуть. То есть, смотря, ты как? Или уже добиваем? Тут маленькая тема. Да она маленькая, мне похрен. Я нормально держусь. Короче, ежемесячная аудитория карточной игры Косынка составляет больше 35 миллионов пользователей. 30 лет по сеансу. Пум. Конкурс по дудюху. 30, 35, 30 лет, точнее, 30 лет. Косынка существует. Доступна более чем в 200 странах на 65 языках, то есть, у неё ещё локализация есть. Превышает количество 35 миллионов юзеров в месяц. Вот. В день раскладывает больше 100 миллионов рук. Короче, Косынка изначально называлась Windows Solitaire. Появилась на операционной системе Windows 3.0 в 90-м году. Весной 2019 года пассианс включил, включили в зал славы видеоигр. Вместе там с Mortal Kombat оригинальным, с вот квестом, который там Colossal Cave Adventure, это, я загуглил этот текстовый квест, и гонкой Super Mario Kart, видимо, первой частью. Просто подожди, а первая Super Mario Kart где появилась? Уже на Switch'е или ещё на каком-нибудь Nintendo 3DS? На Switch'е восьмая. Восьмая на Switch'е. Mario Kart, извините. Вот, соответственно, первая... Да, видимо, на Super Nintendo Entertainment и с ними. Просто на Nessie я не помню, но на Snessie вполне возможно. Возможно, да. В честь 30-летия карточной игры Microsoft начала раздавать в ней награды. А в ней награды можно получать. Вот эту хреновень. Открыла предзаказ кружек и футболок с символикой косынки. А также призвала пользователей завершить за день как можно больше партий, чтобы установить рекорд по количеству внутренних сеансов за сутки. Ну, давай. Ты вообще как? Солитёрыч, не солитёрыч? Понимаешь вообще, как там нажимать? Я просто нажимал всё подряд. И эту рубашку менял. В смысле? Нет, ты реально не знаешь правил? Я не знаю. Я, честно, не вникал, что там происходит. Я, конечно, косынкач. Но я не такой, как охранники. Я думаю, есть миллиард людей, которые мне фору дадут вообще только так. Но я, конечно, умею. Я вот паук не умею. А, вот в пауке можно рубашки менять. Или здесь тоже можно менять? Может и тут можно менять. Я не помню. И то, это где-то на десятой винде может... Ну-ка, если я сейчас напишу косынка. А на десятой там есть вообще косынка? Ну нет. Косын. Но её надо устанавливать. Microsoft Solitaire Collection есть. Жму. Открываюсь. О, у меня тоже есть. Да, да. Всё, очки опыта. Тут уже полный хардстор. Microsoft Casual Games между прочим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И тут, собственно, есть классическая косынка Clondike. Есть Spider Free Cell Pyramid Tripex какой-то. Spider, это, видимо, паук. Ну да-да. По мне, паук, я не знаю. А обычную косынку надо просто раскладывать и, короче говоря, класть именно красные на чёрные, а чёрные на красные через одну. Ну, короче говоря, красных дам на чёрных королей. Нихрена, я тут сдал прям сам себе с таким звуком ещё вкусом. Ну да, прям прикольно. Такое всё прям. Короче, прикольно. Ну и тут есть разные правила. Есть правила, когда именно по три карты тебе выдают. Есть, когда по одной из колоды. Есть, когда ты только один раз можешь колоду соответственно открывать и потом... Ну, короче, есть всякие с утяжелением и, в общем, и в целом пассианска с сынкой это прикольно. Ну так, чтобы прям вот так, что я, знаешь, сел, залип и потом очнулся уже там, когда всё собрал 10 раз. Такого у меня ни разу не было. То есть я, в общем, понимаю, знаю кайф и так далее, но как-то что-то не... Не сильно мой кайф. Но в целом косынка и косынка прикольно. А давай так. Косынка или сапёр? Вот так. Выбор. Тяжело, знаю. Косынка. Косынка. На сапёре жопа горит досвидос. На сапёре там жопа отлетает, да. Прям реально, прям вот передачело. Очень плохо бывает, когда именно ты уже почти всё собрал и последнее. Там, типа, либо тут, либо тут. Ты жмёшь, и оно тут, и ты думаешь, ёкарный бабай, да как? Ёкарный бабай. Жми. Ну, хорошо. Ну, прикольно. С днём рождения, так сказать. Прикольно, что Майкрософтачи ещё заморачиваются и чё-то там какие-то организуют, чё-то там происходит у них. Они, давай так, они поддерживают сапёры. Ну, типа, это же прям поддержка. Да, То, что у них прям происходит, так сказать, это движ. Так 30 миллионов, 35 миллионов в месяц. Кто-то для этого Windows только устанавливает, мне кажется. А, я вспомнил. Фан фэкт тебе. Интересный факт, что косынку же придумали для того, чтобы показать, как пользоваться мышкой. Это, типа, играфикация, просто потому, что ввели новый манипулятор, мышь, и надо было как-то юзеров к ней приучить. И вот приучили через такую играфикацию. Кого-то теперь отучить невозможно, наверное. Это, это интересный факт, я не помню, я его в какой-то момент узнал, и я прям такой, блин, вау, нихрена себе. Не очевидный такой, достаточно крутой. Да, блин, хочется теперь до конца подкаста всё-таки партию-то собрать. Я же сейчас подписчики смотрят, как я играю. А-а-а. Ну, там не, ну, ты, это, сжалься. Ну, я уже много сделал, знаешь, уже сидеть, именно в раш войти, опять же. По мне, не было такого, что я сел прям, потом очнулся уже, и это. Ага. Ну, ладно, мне тут почти уже сейчас две карты осталось открыть. Ладно, не буду, сверну, доиграю потом через это. Там, кстати, именно счёт ещё меняется от того, сколько ты попыток делаешь, что если ты прям максимально зажатое количество ходов сделаешь, то больше очков получишь. У нас обойка. Давай. Обойка или название чуваков? Челек. Название сначала чуваков. А, видишь, как я тебя. Вспомнишь. У меня приготовлено, впрочем, называем июньских патронов, ещё не все за июнь занесли, но я напоминаю, первый подкаст месяца мы ещё называем тех, кто, кто ещё не оплатил, потому что вдруг они одумаются. Правда, выйдет в декабре, поэтому, да, но тем не менее. 40-долларовые. Тимур Икрамов, Макс и Игорь Катив Продакшн. У нас два новых 40-долларовича. Спасибо большое, чуваки, вы крутые. В июне вы уже занесли прямо по 40-кету. 20-долларовые. Константин Гончаров и Никита Ларк. Было больше? Я потом сравню с Маем. Кто-то отвалился, прям сильно отвалился. 10-долларовые. Иван Мерзавцев, Граф Абалмасов, Анар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, Бэткэт, Алекс Яценко, Пётр Гульчук. Спасибо, чуваки, вы прям крутые. Спасибо. блин, у нас нет столько футболок. Ладно, шучу, есть у нас по 5 каждого размера, я буду надеяться, что пацаны все разных размеров. Дмитрий Казарцев по лицу Вижон, 3ХЛ, скорее всего. Да и этот, Алекс Яценко тоже. Алекс Яценко, не знаю, я видал, он там что-то в поезде сидит, в телеге на аватарке, он миниатюрный, тем более ему 21 год. Ты видел людей, которые в 21 год 3ХЛ? К сожалению, да. Ваня, ну ладно. Кстати, Алекс Яценко, хотел себе здесь сделать Алекс Яценко 30 сантиметров, чтобы у него было. Он забыл, а я помню. Блин. Ладно, спасибо, чуваки. Пятидолларовые. Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Паша Триточки, Алекс Ефремот, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Дмитрий Скрипкин, Евгений Скакун, Иван Савин, Эдуард Мисков, Айрон Вулф и Антон Савинчук. Два чувака деклайнули, но, возможно, одумается. Это Петр Гаврилов, которому я, кстати, тоже письмо запаковал, видимо, порвать придется. Шутка. И Павел Трофимов. Чуваки, одумайтесь, мы нормальные. Вдруг, как бы, что-то не так сказали, извините, если что. Вот. Есть много двух долларов, которые не оплатили дальше, но есть Владимир Анохин, который занес 7 без тира, есть Рома Фролов, который занес 5 без тира и есть Сэм Белов, который не занес 6, но мы от него ожидаем. Спасибо всем, чуваки, вы очень крутые. В июне уже мы выручили, именно выручили, почти столько же, сколько в мае, за счет того, что много на 40-ет перешло, несмотря на то, что целых 7 патронов еще не занесли, в принципе, ревеню у нас уже практически такой же, как в мае. А май, по-моему, был рекордный. Да, май был рекордный за все время. Так что, блин, растем. Всем спасибо большое. Спасибо, вы крутые чуваки. Вот, теперь точно обойка не отвертится от меня. Хорошо, обойка. Что мы видим? Для слушателей, для зрителей и так видят, балдеют. Мы видим, здесь, в Исландии, я вижу, стоит, видимо, их какая-то церковь, потому что она называется Будда Киркья Блэк Чорч. Похоже на... Блэк. Ну, в Исландии только Блэк Чорч. Что же может быть в Исландии? Вот. И похоже на, знаешь, протестантскую, наверное. Такую... Ну да, мне тоже кажется, что они вряд ли чистокровные католики там в Исландии. в Исландии. В Испании это чистокровно. В Испании Там с инквизицией, со всеми как надо. Да. Вот. Вот это... Ну что, что можно сказать? Во-первых, вид красивый очень сильно. Где наш подкаст? Наш подкаст, это... Возможно, украду у тебя, хотя... Ну-ка, ну-ка, Наш подкаст, это... Вот эти вот облака очень низкие. Не, не украл, нормально все. Продолжай. Вот эти низкие облака, я не понимаю, это даже... Церковь не находится, на самом деле, на очень высокой какой-то там точке мира, но, видимо, в Исландии просто очень низкие облака, которые... В Исландии, возможно, просто плюс 3000, самая низкая точка, это 3000 над уровнем море, поэтому... Ну да, да. Исландия-то гора одна большая, да. Конечно. Соответственно, это наш подкаст, вот эти низкие облака, они как бы иногда прямо на эту церковь. То есть церковь, это подписчики, естественно, они как бы находят, и все такое в туманной дымке становится, в нашей подкастной, и прям классно, атмосферно становится. Иногда она рассеивается, пока нет подкастов, а иногда снова она как бы настигает, и все такие, ммм, балдеют, сидят, гуляют в этой дымке, там, фоткаются и так далее. Вот примерно такое у меня отношение. Звучит круто. Звучит круто. Мне, знаешь, моя версия, более рафловерсия, наш подкаст это вот эти воротца, которые практически... вот в воздухе висят, сдерживают темки, ну да, естественно, церковь, это подписчики, точнее, подписчики, они внутри церкви, это наша церковь, Black Church, и наш подкаст, это ворота, которые каждую неделю открываются, и свежие темки заходят, так сказать, на территорию. Банан, Блэкуху, должен подмонтировать. Да, пусть придумает, если он знает, что такое Блэкухо, вот и проверим его. Вот, ну и короче говоря, да, то есть темки сквозь эти воротца врываются каждую неделю к вам в уши, вот, и вы на территории церкви с ними, так сказать, резвитесь. Ну, согласен, резвитесь. По истории Исландии заселение произошло в 870 году нашей эры. В принципе, достаточно давно туда доехали. Ну, кто туда доехал, я не знаю. Ну, викинги какие-то, наверное. Норвеги какие-нибудь. Тут были тресковые войны, между прочим, причем, уже в 20 веке, в 1958 году, в 1972, 1975, первая тресковая война, вторая тресковая война и третья тресковая война. Ветеран первой тресковой войны. Ну, просто, да, их Великобритания кошмариво, именно за ввоз там рыбы и вот это все. Жесть. Короче, блэкуху подмонтируем. Вот. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Идите, купите себе курс в боксе уже. Что вам, жалко, что ли? Идите. Научитесь наконец-то чему-нибудь, каким-то практическим реальным навыкам. Да. Все, спасибо. увидимся. Мы, как всегда, где-то здесь рядом, через недельку, две, три месяца увидимся и будет вообще круто. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok